Дани после двух дней монотонных пряток в городе не удержался, чтобы побродить и рассеять тоску. Он случайно наткнулся на резиденцию начальника города, вспомнил все, что с ним ранее приключилось и уже не в силах сдерживать себя, тут же решил совершить убийство. Вжих! Мелькнуло тело, Дани легко обошел, производивших дозор снаружи резиденции святых воинов и попал внутрь. Несмотря на то, что в присутствии Сунфия Дани был слабым, как личинка мухи, и даже мог получить тяжелые ранения от одного взгляда его величества, однако, в присутствии святых воинов короля Чембарда начального уровня первой ступени молодой луны было достаточно, чтобы легко скрыться от тщательной охраны. За полминуты Дани прорвался через четыре слоя охраны, стремительно приближаясь к главному залу резиденции. Внезапно появилась вспышка молнии. Черт, магическая ловушка, кто это? Так здесь расположена магическая ловушка, довольно мощная, даже я не обнаружил. В четырехсот метрах от главного зала резиденции лицо Дани дымилось, пол тела стало черным от электричества, его ноги парализовало. Он не ожидал, что в резиденции может быть расставлена такая искусная магическая ловушка. С его силой на начальном уровне молодой луны он еще не ощутил, наступив на нее. Мгновенно сверкнула молния, на Дани полетала электрическая сеть. Черт побери, сломайся. Дани ударил пучком пламени влетевшую на него электрическую сеть, уничтожив ее. Но этим мгновенным действием он выдал себя. Тут же в резиденции раздались крики страха и изумления. Святые воины и мастера Чимбарда обнаружили странную обстановку и немедленно поспешили к месту происшествия. Эти магические ловушки поставил лично его величество Александр. У них была невообразимая убойная сила, да к тому же они были тщательно скрыты и находились почти по всей резиденции. Осталось лишь несколько мест, по которым можно было безопасно добраться до главного зала. Незнающий посторонний человек непременно наткнется на эти магические ловушки, раскрыв свое присутствие, и уже не сможет скрываться. Кто посмел ворваться в мой важнейший стратегический пункт города двух флагов? Вдалеке мелькнул силуэт, показался белокурый красивый юноша, одетый в белое одеяние, в руках у него был длинный лук удивительной формы, все тело переливалось зеленым сиянием. Лук был изогнут, как полная луна, на нем были натянуты сразу три стрелы, мерцавшие холодным блеском и нацеленные на уже раскрывшего свое присутствие Дани. Юноша закричал, назови свою личность и сдайся без сопротивления, а иначе грозит беспощадная смерть. В это же время со всех сторон показалось немало силуэтов. С разных сторон появились здоровые, как гора, выглядевшие свирепым, с большим шрамом на лбу надзиратель Олег, и такие же здоровые и накаченные драгба и пирс. От них исходила свирепая аура. Они окружили Дани. Вдалеке, у входа в главный зал резиденции также появился высокий силуэт Фрэнка Лэмпарда. Огромный черный меч был вонзен рядом с ним в камень. Хоть человек еще ничего не сказал, однако, вокруг его тела извивались молнии, неся с собой угнетающую, давящую силу. Теперь его сила снова за короткий промежуток времени резко увеличилась и достигала среднего уровня девяти звезд. Дани говорил себе, что дело приняло дурной оборот. Он не ожидал, что его так быстро обнаружат. Видимо, он недооценил подчиненных короля Чимбарда. Но сейчас, к счастью, огненная энергия извивалась вокруг всего тела. Издалека человек походил на клубок темно-красного тумана. Не было видно его лица, поэтому он не беспокоился, что его личность раскроют. Все же он не собирался отступать. Думая о том, что ужаснейший король Чимбарда отсутствовал в резиденции, и никто не мог стать ему достойным соперником, он сильно осмелел. С помощью своей энергии Дани изменил свой голос и пронзительно засмеялся. Хе-хе, кучка ничтожеств, сопротивляясь мне, вы умрете. Не успел он закончить, как его тело мелькнуло и устремилось в сторону главного зала резиденции. Сам копаешь себе могилу. Яростно закричал белокурый Торрис, чьи волосы закружились в воздухе. Пальцы на тетиве ослабли, три окутанные зеленым свечением стрелы выстрелили, образовав форму треугольника, и стремительно понеслись навстречу врагу. Не успел раздаться пронзительный свист, как стрелы уже оказались перед Дани, преградив ему путь. Дико смеясь, Дани прямо пальцами щелкнул по трем стрелам. Бац, бац, бац. Три стрелы вместе с окутывавшим их зеленым сиянием взорвались, превратившись в легкую пыль. Жестко. Увидев такое, мастер Чимборда тут же перепугался. Торрис получил благосклонность его величества. К тому же являлся самым смышленным из всех мастеров Чимборда. У него было предостаточно ума. Он уже давно достиг смертоносного уровня в стрельбе. Тот трюк с тремя стрелами назывался Божественная трансформация трех стрел. Это был смертельный прием, которому его величество лично научил своего приближенного. Этот прием включал в себя несколько десятков дополнительных трансформаций. Даже мастера 7-8 звезд, столкнувшись с такими зелеными светящимися стрелами, решали отступить. Однако этот внезапно прибывший чудак просто раскидал стрелы пальцами, так легко их поломав. Дальнейшая трансформация даже не успела произойти. Сила этого чудака намного превосходила воображение людей Чимборда. Дай-ка мне попробовать. Ударная волна созвездия Рака. Стоявший вдалеке надзиратель Олег яростно зарычал, начав непрерывную атаку. Все его тело захрустело костями. Его холмистое тело согнулось, два кулака свирепо ударили в пол, где остались только два отпечатка кулаков. Казалось, что здесь не было никакой мощи, но в 40 метрах от Олега Дани вдруг почувствовал опасность. Поток величественной силы неожиданно вырвался наружу вверх из-под ног Дани, стараясь захлестнуть его нижнюю половину тела. Удивительное энергетическое умение. Дани топнул ногой, поток еще более величественной огненной энергии ударил в ответ. Весь пол с грохотом затрясся. Под ударом колебания исполинской силы зеленый каменный пол взлетел с треском вверх, как бумажная стружка. Высоко поднялась пыль. Не прошло и трех секунд после такой блокировки, как снова появилось чувство опасности. Дани поднял голову и увидел, как над ним огромная тень уже взлетела и понеслась вниз с острым невидимым блеском меча. Сердце Дани бешено забилось, в руках накопилась энергия, он ударил кулаком, бум, эфью. Изо рта седоволосого перса брызнула кровь. Его тело, подобно снаряду, отлетело назад. Разница сил между ними двумя была слишком велика. Дани поспешным ударом разрушил святой мечик Скалибур, нанеся тяжелое ранение находившемуся на пике шести звезд седому клинку персу. Но Дани, в свою очередь, было не по себе. Он в смятении обнаружил, что три удивительных стрелы белокурова юноши, вызвавшие землетрясение, энергетическое умение огромного, как гора, толстяка со шрамом на лице, и невидимый блеск меча седоволосого здоровяка заключали в себе необыкновенную мощь. Они были слабыми, как паутинка, но были такими же сокровенными, как бесконечные блестящие звезды. У них получилось пробиться через огненную энергию на уровне молодой луны, попасть в тело Дани и нанести ему повреждения. Необходимо живо их устранить. Люди Чимбарда так тщательно охраняют тот главный зал. Там непременно хранится что-то очень важное для короля Чимбарда. Я должен это окончательно уничтожить, а затем как можно быстрее уйти. Сделав себе установку, Дани больше не скрывал свою силу, показав начальный уровень первой ступени молодой луны и живо устремился к главному залу резиденции. Глава 515. Красивая хозяйка таверны. Свист, 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 свист. Бесконечное множество зеленых светящихся стрел посыпалось вниз, как ливень. Каждая стрела с молниеносной скоростью летела в такие хрупкие, критически важные части тела Дани, как глаза и горло. Однако, Дани изверг всю свою мощь, его тело окутало неукротимая огненная энергия. Хоть стрелы Торриса и были остры, все же они были не способны пробить защиту врага. По сравнению с атакой Торриса, Дани был в самом деле слишком быстр, остальные какое-то время не могли уследить за его движениями. Теперь перед Дани остался только один человек, стоявший на входе в главный зал Фрэнк Лэмпорт. Отступи молниеносный кулак, Лэмпорт с грохотом атаковал. Некогда лучший мастер Чемборда уже давно разглядел, насколько неукротимым являлся этот таинственный мастер, поэтому не атаковал его необдуманно, а живо собрал всю свою мощь. Энергия электричества среднего уровня девяти звезд заработала на максимуме, собрав воедино всю волю, дух и силу. Лэмпорт произвел самую мощную для него смертельную атаку. Вмиг весь двор залился ослепительным белым светом. За каждым лучом света живо следовал кулак. Неизвестно было, сколько кулаков выпустил Лэмпорт за одну десятую секунды. Каждый кулак заключал в себе ужаснейшую мощь среднего уровня девяти звезд. Это энергетическое умение выдало боевую мощь, превышавшую силу самого Лэмпорда. Черт огненная глыба. В этот момент Дани почувствовал угрозу смерти. Лэмпорт по мощи был ближе всех к нему, поэтому Дани атаковал в полную силу. Также применив свое энергетическое умение, произошла атака огненным энергетическим умением лунного ранга огненная глыба. Красное пламя направилось навстречу необъятным молниям, фью, и фью. Столкнулись две энергии, у обоих людей одновременно потекла кровь изо рта. Все-таки Лэмпорт еще не находился в лунном ранге, отчетливо существовала разница между силами двух воинов, а потому Лэмпорт неизбежно бы получил травму при противостоянии. Адани с трудом достиг лунного ранга, полагаясь на лекарства и внешнюю силу, базис его боевого искусства был пока нестабилен, к тому же он получил нелегкие раны в демоническом дворце, поэтому даже он сам не ожидал, что при применении энергетического умения лунного ранга, какой-то ничтожный соперник среднего уровня девяти звезд своим ударом вызовет у него кровавую рвоту. Но все же травмы обоих немного отличались, Лэмпорт со стуком отлетел назад в самый главный зал, а Дани только отступил на шаг, пошатнулся и, в итоге, стабилизовался. Огненная глыба, огненная глыба, огненная глыба. Взбешенный Дани как будто сошел с ума, из-за непрерывного получения небольших трав в нем разыгрался его злой и ядовитый характер. Он вдруг перестал подавлять внутренние травмы, насильно активировал энергетическое умение лунного ранга, атаковав тремя ужаснейшими потоками энергии. Ослепительное пламя тут же окутало весь главный зал городской резиденции. Лэмпорт погрузился в это пламя. Люди Чимборда были крайне изумлены, их глаза стали красными, они заревели, словно дикие звери, и ринулись к Дани, невзирая на смертельную опасность. Однако, в этот момент неожиданно произошло нечто поразительное, бум, грохот, как будто что-то взорвалось внутри окутанного пламенем главного зала резиденции. Внезапно раздался оглушительный взрыв. Взрывная волна взвелась вверх, сорвав купол главного зала. Каменные осколки взлетели вверх. Во все стороны распространились невероятно ужасные колебания энергии. Все люди в резиденции, включая Дани, владевшего силой на уровне молодой луны, словно снесенная ураганом пшеница, без всякого сопротивления отлетели, крича от изумления. Большая часть городской резиденции мигом была разрушена до основания. От оказавшегося первым под ударом главного зала практически ничего не осталось. От взрыва образовалась огромная черная бездна, откуда непрерывно просачивалось обильное темно-красное пламя и черный непроглядный дым. Плохо дело конец. Увидев эту сцену, люди Чимбарда испытали холод в своих сердцах, уже собираясь принести извинения самоубийством. В главном зале лежали, погруженные в литургический сон, будущая королева Анжела и другая близкая подруга его величества, дева-воительница Елена. Перед уходом его величества Александра люди Чимбарда поклялись, что будут охранять девушек ценой своих жизней, но теперь весь зал взорвался, превратившись в руины. Две немощные, погруженные в литургический сон, девушки не имели никакого шанса на выживание. Работавшая в настоящий момент таверна в городе двух флагов, трехэтажное каменное здание, снаружи на улице проходил беспрерывный поток людей. Заходившие в таверну клиенты являлись имевшими хоть какой-то авторитет в городе двух флагов людьми. Крепкий аромат алкоголя кружился по всей улице. Эта таверна под названием Плющ выпускала в продажу самый знаменитый в городе Ром. Поговаривали, что, когда только-только был образован город двух флагов, то эта таверна уже работала и имела 26-летнюю историю. Она считалась старым прославленным заведением. Таверна Плющ была небольшой, но планировка внутри была очень изысканной. Таверна не была такой шумной, как многие таверны для наемников, а наоборот, она давала ощущение спокойствия. Она продавала более ста сортов рома разного цвета и вкуса. Несколько дней назад отряд смельчаков покинул город двух флагов и скрытно ударил по продовольственному тракту песчаных дьяволов Аякса, принеся им большие убытки. Уважаемый господин Александр устроил банкет в честь вернувшихся из смертельного боя воинов. Для этого события ром заказывали именно в этой таверне. Поговаривали, что после первого бокала господин Александр стал расхваливать ром, называя его алкогольным напитком героев. Об этом случае какое-то время все рассказывали друг другу в городе. Мудрое название, которое дал господин Александр напитку, принесло еще большую известность таверне Плющ и ее рому. Плющ шел к тому, чтобы стать лучшей в городе таверной. Конечно, очень мало кто знал, что эта таверна по факту являлась предприятием торгового союза Сороса. За последние дни пришла целая толпа людей в таверну Плющ, чтобы попробовать ром, особенно некоторые солдаты. После того, как господин Александр значительно поднял солдатам денежное довольствие, получившие улучшенные условия жизни солдаты из-за восхищения господином Александром, выпивали в его честь названный самим господином командиром алкогольный напиток героев. А новая красивая хозяйка Плюща явно была очень расчетливой, открыто проводя мероприятие в честь награды защитников города, где предоставляла солдатам алкоголь с 30% скидкой. На протяжении какого-то времени бар пользовался большой популярностью. Скола являлся мальчиком-прислугой в таверне Плющ. Он работал в этой таверне уже 10 лет. Из-за того, что 10 лет назад родители были не способны его прокормить, они продали его в эту таверну. Здесь он считался своим человеком. К счастью, отвечавший за таверну 70-летний Джон высоко его ценил и относился к нему, как к своему ребенку, отчего Скола питал особую привязанность к этой таверне. Приблизительно 4 дня назад старик Джон из-за своей старческой немощи был уволен таинственным вышестоящим управляющим, из-за чего Скола сильно встревожился и расстроился. К счастью, новое ответственное лицо таверны относилось к проработавшим более 10 лет сотрудникам доброжелательно. Скола получил важную работу, его повысили до странной должности лобби-менеджера. Его права неслабо расширились, а зарплата значительно увеличилась, поэтому Скола с трепетом еще более усердно работал. Он испытывал большой интерес к новоприбывшей красивой хозяйке. Конечно, возможно, еще испытывал смущение и прекрасные фантазии, присущие юношам, когда у них впервые пробуждаются чувства. Эта красивая хозяйка по имени Джессика ко всем относилась дружелюбно, словно к родным людям. Когда она смеялась, то ее глаза изгибались в форме серполуны. Ее улыбка была способна растопить сердце любого человека. Разумеется, Скола понимал, что не он один питал чувства к этой красивой хозяйке. После того, как Джессика стала ответственным лицом таверны Плющ, многие юные смелые офицеры, красивые и элегантные аристократические отпрыски, каждый день приходили сюда выпить, подолгу сидели, разговаривали о Джессике. А несколько смелых малых даже каждый день утром и вечером посылали красивые розы, чтобы выразить свои чувства. К сожалению, никто не добился успеха. Скола обнаружил, что, хоть Джессика и была особо дружелюбна к каждому человеку, однако не признавала любовь мужчин. Позавчера один безрассудный аристократический мажор безуспешно изъяснился в чувствах, напился и безобразничал. Впав в пьяное буйство и прикрывая смущение вспышкой гнева, он собрался приставать к Джессике. В итоге, его поймала группа, как раз пришедших выпить, офицеров и жестоко избила. Среди этой группы темнокожий, здоровый, на вид простодушный офицер больше всех приложил свою руку, выбив из этого мажора все дерьмо. Мажор кричал, гневно ругаясь, а офицеры громко хохотали. Оказывается, этот темнокожий здоровяк являлся старшим братом красивой хозяйки Джессики. К тому же он занимал еще более высокое положение, являлся телохранителем первого командира боевого участка Аякса господина Александра. Узнав об этом положении, мажор чуть не обезумел от страха. Он горько плакал на коленях, жалобно прося прощения у Джессики. После того, как его простили, он любезно поклонился и убежал, как последняя дворняга. По правде говоря, никто не удивился этой сцене. Все ясно видели, что господин Александр испытывал отвращение к прогнившим алчным аристократам. Благодаря ему обезглавили глав семерых крупных аристократических родов города, у которых конфисковали все имущество. Их головы вывесили в клетках на западных городских воротах. Никто не сомневался, что, если разжиревшие аристократы снова навлекут на себя гнев господина Александра, то он поднимет снова свой меч палача. Начиная с позапрошлого дня больше никто из имевших скрытые умыслы парней не осмеливался приставать к Джессике. Торговля шла полным ходом в таверне. Там царил полный порядок, но это все немного навело тоску на сколу. Он, наконец-то, понял, что все его надежды насчет красивой хозяйки так и останутся всего лишь надеждами. Эти прекрасные фантазии невозможно было осуществить. Но последние два дня скол основался среди клиентов таверны, усердно ухаживая за ними. Он очень бодро работал, но увидев перед собой немного странного клиента, проработавший в плюще 10 лет и имевший богатый опыт скола, в самом деле не совсем понимал, как его обслужить. Глава 516. Два человека, два чувства. Этот удивительный клиент, которому на вид было 8-9 лет, прибыл в таверну три дня назад. Сначала скола и остальные присутствующие полагали, что, возможно, это был ребенок, которого потеряли невнимательные родители, и этот милый ангельской внешности мальчик нетвердой походкой набрел на таверну. Однако, кто бы мог подумать, что все обстояло далеко не так. Этот мальчик был хорошо осведомлен о всем, что находилось в таверне, без всякой трусливости он кинул 10 небольшим золотых монет, и во весь голос позвал прислугу подать ему алкоголь, будто являлся здешним завсегдатаем. Он заказал самый лучший ром. Поначалу все присутствующие, вместе со сколой, убеждали этого необычайно милого малыша не пьянствовать. Кто же знал, что этот мальчик, наоборот, окажется настолько дерзким, что никто не посмеет его задирать. А когда он выпил на одном дыхании 40 больших стаканов рома, то люди поняли, что это был удивительный мальчик, и больше не стали его переубеждать. Никто не знал, что этот малыш мог, на самом деле, вытворить. В течение трех дней мальчик ничего не ел, а только пил алкоголь, подчистую опустошая одну за другой дубовые винные бочки. Сколько бы он ни пил, ему все не хватало. К настоящему моменту малыш находился слегка под хмелем. Нежная личика приняла темно-красный цвет и казалась невероятно очаровательным. Малыша так и хотелось взять и потискать, но сейчас уже никто бы не посмел принимать его за ребенка. За эти три дня уже несколько сотен здоровых мужчин соревновались с ним, кто кого перепьет и, в итоге, теряли сознание. Многие даже просто приходили сюда, чтобы посмотреть на этого удивительного мальчика, способного столько выпивать. Рома живей, 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 принеси мне Рома, ха-ха-ха, так весело, ха-ха-ха, как же хорошо. Мальчик с воодушевлением постучал по столу, перед ним лежали 16 здоровых мужчин, которые соревновались с ним и, в итоге, потеряли сознание. Эммис, принести ему еще Рома? Мне кажется, это зверь в человечьем обличии. Кто еще способен выпить столько алкоголя? Скола стоял за барной стойкой и запрашивал указанию красивой хозяйки Джессики. У него было немного неспокойно на душе, он проработал в плюще уже 10 лет, повидал немало храбрецов с поразительной способностью выпивать, но никто в этой способности абсолютно не мог сравниться с тем удивительным мальчиком. Принеси, захочет еще, принеси. На лице Джессики появилась обольстительная улыбка. Хорошо, заметив улыбку красивой хозяйки Скола, этот лобби-менеджер ощутил необычную бодрость духа и подозвал товарища, вместе с которым притащил 108-ю дубовую бочку и поставил ее на стол мальчика. Возле барной стойки, очаровательные глаза Джессики пристально следили за пившим из дубовой винной бочки мальчиком. Она, в самом деле, была поражена. Но одним из правил торгового союза Сороса было следить за привлекавшими к себе внимание странными людьми. Джессика являлась хрупкой девушкой из трущоб, так как ее старший брат Хески познакомился с господином Александром, то ей выдалась редкая возможность стать известной юной управляющей филиала торгового союза в городе Двух Флагов. В последние дни управляющий Абрамович лично давал ей указания и занимался ее подготовкой. Она услышала немало удивительных историй, ее кругозор сильно расширился. Абрамович лично дал указания насчет этого мальчика, чтобы тот не попросил, нужно всячески ему содействовать. Джессика дала распоряжение прислуге подать алкоголь и в то же время внимательно и с любопытством следила за тем мальчиком. По правде говоря, то, что произошло в последние дни, для Джессики было, словно сон. Она никогда и не думала, что ей подвернется такая удача, и она познакомится с легендарным в городе богом войны, господином Александром. Несмотря на то, что в тот вечер господин не раскрыл свою истинную личность, однако этот тепло улыбавшийся, красивый юноша уже произвел на Джессику глубокое впечатление и вызывал немалую симпатию. В последствии через Хески она узнала, что, оказывается, тот незакомплексованный юноша являлся легендарной опорой города двух флагов, господином Александром. Эта хрупкая девушка, выросшая в трущобах, просто не могла поверить в эту правду. Но из-за этой правды Джессика невольно погрузилась в печаль. Чувства молодой девушки всегда самые прекрасные и трогательные. Джессика только и чувствовала, как расстояние между ней и тем незаурядным, незакомплексованным юношей сильно увеличилось. Похоже, все в дальнейшем образуется само собой. После того, как она получила благосклонность господина Александра, и ее старший брат стал телохранителем господина, приглашение от торгового союза Сороса для проницательной Джессики не стало чем-то сокровенным. В хмуром настроении внезапно появился проблеск надежды. Джессика с удовольствием приняла приглашение от торгового союза Сороса. Девушка не искала денег, славы или власти, а лишь надеялась, что после ее упорных стараний расстояние между ней и тем юным господином хоть немного сократится. В течение последних дней под руководством Абрамовича, этого мудрого человека, проницательная Джессика усердно расширяла свой кругозор. Наблюдение за этим удивительным мальчиком являлось одним из заданий, которые поручил ей Абрамович. Солнце должно было вот-вот сесть, на улице стало холодать. Клиентов в таверне постепенно становилось все меньше и меньше. Рабочий день уже почти закончился. Так как ночью в городе двух флагов до сих пор проводился комендантский час, то таверна по вечерам не работала. Судя по опыту прошлых трех дней, этот выпивавший на веселе малыш непременно пойдет отдыхать в номер, предоставляемый таверной, после чего днем снова будет соревноваться со здоровяками, кто кого перепьет. Прислуга начала готовиться к закрытию. Как раз в это время вдалеке, где находилась городская резиденция, внезапно раздался резкий грохот. Оттуда непрерывно доносились яростные рыки, как будто там происходило сражение между мастерами. Тут же все присутствующие, перепугавшись, посмотрели вдаль в сторону резиденции, кто, в конце концов, сейчас посмел учинять беспорядки в городе. Следовало иметь в виду, что теперь резиденция начальника города являлась временным штабом легиона волчьих зубов, а также второй путевой резиденции господина Александра. Там была очень строгая охрана. Что же за бесстрашный человек удумал там устраивать беспорядок? Неужели подлые песчаные дьяволы Аякса спрятались в городе и нанесли внезапную атаку? Джессика тоже была крайне изумлена. Подняв глаза, она увидела, как вдалеке, где находилась резиденция, в небе замерцали разноцветные энергетические сияния, что явно говорило о бурном сражении. Вкусный алкоголь, хе-хе, эти несколько дней прошли шикарно. Это так здорово, когда никто не беспокоит тебя и, что за шум, кто-то сражается. Этот поток энергии кажется знакомым и, беда, нехорошо, про выпивку запомнил, а про другое важное дело забыл. Ощутив вдалеке знакомую ауру, шатавшийся, под выпившие и облизывающие губы малыш вдруг испустил взглядом удивительный блеск. Разум тут же прояснился. Он что-то осознал, мгновенно изменился в лице и больше не обращал внимания на алкоголь. Его тело мелькнуло и со свистом устремилось непосредственно в небо, стремительно летя к городской резиденции. Грохот. Мальчик так поспешно ушел, что оставил непосредственно в толстой каменной стене дыру человеческой формы. Маленькое тельце подняло сильный ветер, сопоставимый с разрушительным ураганом, сорвав крыши с нескольких каменных домов. У еще не ушедших клиентов в плюща и Джессики просто челюсть отвисла от увиденной сцены. Мо мощно. Скола сглотнул слюни и невольно произнес такую фразу. Никто и представить себе не мог, что этот удивительный маленький пьяница окажется таким крутым. Розовое тельце оставило в самой стене отчетливую дыру человеческой формы, как будто это было художественное произведение умельца, которого специально пригласили, чтобы он такое сотворил. Скола повернулся, посмотрев на красивую хозяйку. Теперь ему только и оставалось, что преклониться пред кругозором этой девушки, которая была младше его. Неудивительно, что красивая хозяйка постоянно с особым почетом относилась к этому малышу. Оказывается, она уже давно разглядела, каким уникальным являлся этот малыш. А Джессика теперь преклонялась пред кругозором Абрамовича, который, в самом деле, являлся великим человеком, привыкшим видеть различные странные вещи. Он с первого взгляда разглядел, что малыш имел знатное происхождение, поэтому настойчиво просил Джессику добросовестно обслуживать того мальчика, несмотря ни на что. Абрамович доставил более половины складских запасов первосортного рома из торгового союза Сороса в Плющ. Только непонятно, этот мальчик враг или друг? Он такой суровый, неужто враг господина Александра? Тогда плохо дела нет, господин Александр, бог войны в городе двух флагов. Он обладает небывалой мощью, никакие боги не способны ему помешать. Этот мальчик тоже силен, но и он не соперник господину. Хэм, но этот мальчик такой милый, он просто не может быть плохим человеком. Должно быть это, все-таки, друг господина? Джессика испытывала эмоциональный хаос, бросаясь от одной мысли к другой, и глупо смотрела в сторону городской резиденции. В то же время, в заброшенном дворе дома, в трущобах города двух флагов, в этом время, сидевший на вырезанном магическом круге и залечивавший с закрытыми глазами раны гималайский отшельник в красном одеянии, внезапно что-то ощутил и невольно изменился в лице. Сердце бешено заколотилось, он пришел в ярость, это Дани. Черт, эта бездарная сволочь опять накликала беду на свою голову. Он собирается навлечь гнев в короля Чимбарда. В самом деле, ему надоело жить. И как у меня появился такой нет, нужно поспешно его вернуть. Король Чимбарда – могущественная фигура, а потому он непременно оставил в городе каких-нибудь преемников. Нужно немедленно покинуть город, а не то все плохо кончится. Вспомнив прошлые события, гималайский отшельник весь покрылся холодным потом. Его уже и так сильно избил Сунфи, что теперь он испытывал страх перед королем Чимбарда. Он перестал лечиться и не обращал внимания на то, чтобы скрыть свои следы. Пламя с грохотом покрыло все его тело. Он превратился в блик и устремился в сторону городской резиденции, спеша срочно вернуть до нее и покинуть с ним город до того, как вернется король Чимбарда. Глава 517. Возвращение короля бешено горело пламя, испуская огромное количество тепла. Даже камни вокруг становились мягкими, чуть ли не превращаясь в магму. Черный дым устремлялся ввысь, чувствовался запах серы. Такая картина походила на ад, где повсюду царила атмосфера смерти. В таком состоянии сейчас находилась городская резиденция. Главный зал был уничтожен энергетическим умением лунного ранга «Огненная глыба», который неоднократно применил Дани, и последовавшим затем внезапно таинственным взрывом. Ничего не уцелело от взрыва, повсюду лежали огромные куски щебня. Два боковых зала теперь тоже были разрушены. Среди щебня смутно выделялись оторванные конечности и разорванные белые одеяния, запятнанные черной кровью. От одного лишь взгляда на эту картину хватало, чтобы прийти в глубокое потрясение. Ауры в воздухе почти затвердели. Ранее сражавшиеся Дани и мастера Чимбарда были откинуты на 20 метров ударной волной недавнего взрыва и, еще не оправившись от испуга, наблюдали за развернувшейся перед ними трагической картиной. Из-за того, что Дани получил травму, непрерывно использовал энергетическое умение, был сбит ударной волной, и еще до этого в сражении с мастерами Чимбарда понес внутренние повреждения из-за их необыкновенной энергии. Какое-то время энергия Дани не особо слушалась его, а его раны обострились. Он потерял много жизненной силы и не мог просто так покинуть это место. Люди Чимбарда тоже были сбиты взрывной волной, получили легкие и тяжелые раны, но, к счастью, они находились не в центре взрыва, а потому им не угрожала смертельная опасность. Больше всех опасность угрожала находившимся ближе всех к главному залу Лампарду и Торрису. Взрывная волна неоднократно ударила Лампарда. К счастью, среди остальных людей Чимбарда он был самым сильным, поэтому наспех защитил жизненно важные части тела энергии и электричества и только отлетел от удара, не получив особо тяжкие раны. А Торрис стоял на верхушке главного зала. После того, как он отлетел от удара, он применил одну особенность, присущую энергии ветра, и понесся по ветру, как пушинка, приземлившись на взорванные камни. Он почти не получил ранений. Люди Чимбарда увидели эту адскую картину, и в их сердцах пробежал холодок. Принцесса Анжела и Дева Войтельница Елена, они, убью его, убью его, отомщу за принцессу. Взбешенный надзиратель Олег походил, прямо-таки, на окровавленного человека. Его глаза налились кровью, он бешено устремился вперед, пользуясь тем, что энергия Дани еще не пришла в порядок. Он внезапно крепко обхватил этого мастера начального уровня молодой луны, стал его сжимать, послышался хруст костей. Олег собирался задушить врага грубой силой. У Дани изо рта пошла кровь, он почувствовал, как в глазах стало темнеть, и уже почти задохнулся в объятиях этого обезумевшего здоровяка. Кости с хрустом ломались. Дани яростно боролся из последних сил, колотя ладонями по рукам Олега и сдавая грозный рык. А-а-а, больно. Убирайся, проваливай вон, ничтожная мразь, тебе конец, отпусти меня, а-а-а-а. Дани владел огромной мощью, с каждым ударом ладонями с хрустом ломал кости маленьких рук Олега. Даже не думай, умрем вместе, умрем вместе. Ты убил ее величество, ты убил принцессу Анжелу, ты уничтожил мой шанс стать хорошим, а-а-а, умрем вместе. Лицо Олега побледнело, его маленькие руки были почти расколоты врагом. Он лишь полагался на мышцы, соединенные с костями, но он как будто не знал, что такое боль. Руки намертво сковали Дани, не соглашаясь его отпускать, и все так же старательно сдерживали врага. Теперь надзиратель Олег окончательно впал в бешенство. Изначально он являлся приспешником изменника Чимборда, министра Баззира, и был тираном, которому никто в Чимборде не осмеливался протестовать. После того, как его величество взял в свои руки власть, то многие люди потребовали казнить Олега, но Сунфи, пользуясь высоким авторитетом и властью короля, защитил этого предателя, которого все презирали и ненавидели, предоставил ему возможность увеличить свою силу и неоднократно давал ему шанс искупить свою вину. Поначалу Олег усердно себя вел, чтобы только сохранить свою шкуру, но впоследствии постепенно стал чувствовать, что народ начал смотреть на него по-другому. Презрение сменилось восхищением, отвержение сменилось принятием. А Олег, в свою очередь, от такой смены восприятия испытал небывалые ощущения успеха и чувства удовлетворенности. Впервые он почувствовал, насколько великолепно быть хорошим человеком. Олег поклялся, что и дальше будет вести себя так славно. И обязательно станет таким же важным помощником его величества, как Перс, Драгба, Торрис и Чех. Мрачное прошлое заставляло чувствовать Олега неполноценным, что затем послужило толчком к воодушевлению. Он желал пожертвовать всем ради его величества Александра, даже жизнью. Но сейчас этот отвратительный тип уничтожил все великолепие Олега, убив принцессу Анжелу. Олег понимал, что находившиеся в том главном зале две девушки были очень важны для его величества Александра. Согласно традиции Мазерата, подданные, не сумевшие уберечь двух девушек, уже лишались всей славы. Олегу казалось, что он потерял славу, потерял вообще все и больше не являлся хорошим человеком. Поэтому он хотел погибнуть вместе с этим преступником. «Вставайте, убейте его, не обращайте на меня внимания!» Безумно закричал Олег. Остальные люди, включая самых слабых святых воинов, издали звериный рев. Их глаза залились кровью. Они, как сумасшедшие, стали окружать врага. Мастера Чимбарда впали в бешенство, нисколько не боясь умереть, отчего Дани испытал огромный страх. Изначально он принимал их за ничтожных людишек, которых запросто можно было раздавить. Сейчас же ему казалось, что они были непобедимы. Вмиг Дани начал сожалеть. Сожалеть, что не послушал наставления учителя гималайского отшельника. Не нужно было своевольничать, чтобы свести счеты с королем Чимбарда. Еще больше он раскаивался в том, что с самого начала навлек на себя гнев короля Чимбарда. Надо было оставаться в Гималаях. Если бы ничего этого не произошло, то сейчас все обстояло бы намного лучше. Свист. Пронесся красный луч, от которого исходила невероятная тепловая волна. Знакомая аура. Это был человек в красном одеянии гималайский отшельник. Это учитель-учитель, я здесь, спасите меня, быстрее спасите меня. Дани уже полностью утратил храбрость, до смерти перепугавшись того, как дерзко вели себя враги. На самом деле, с его силой начального уровня молодой Луны было довольно просто освободиться и сбежать. К сожалению, он до смерти перепугался обезумевших и неукротимых врагов. Все его тело обмякло и не способно было бороться. Он утратил самую базовую для воина способность к реакции, превратившись в жалкую козявку. Бум! Гималайский отшельник воспарил и ударил ладонью. Огромное неотразимое волнозное всколыхнуло мастеров Чимбарда. Человек в красном совсем был иного сорта, чем Дани. Он намного превосходил Дани по силе, имел очень богатый боевой опыт. Находясь в нескольких сотнях метров, он одной ладонью легко вытащил Дани из тупиковой ситуации, оглушив надзирателя Олега. Сила удара очень тщательно контролировалась, поэтому никто не был убит. Если бы не нежелание находиться в глубокой вражде с королем Чимбарда, то эта ладонь уже бы всех здесь присутствующих измельчила в порошок. Сверкнуло красное пламя, гималайский отшельник ухватился за плечо Дани и отчетливо закричал. Кто позволил тебе явиться сюда, тебе и впрямь надоело жить. Живо уходим. Оба человека уже собирались немедленно покинуть это место. Уходите? Сегодня никто из вас двоих не уйдет. Раздался в воздухе нежный, но преисполненный гнева голос. Гималайский отшельник перепугался, поднял глаза и обнаружил застывшего в воздухе очаровательного белокурового мальчика 8-9 лет со странной черной маской на лице. Некогда выразительные большие глаза излучали холодный блеск, но внутри них находилась кромешная тьма, отсутствовала какая-либо жизненная энергия. Лишь абсолютный холод, пара глаз, словно две ужасные бездны, была способна засосать душу. Вокруг тела мальчика извивались колебания серой энергии. Он имел огромную силу. Ты? Ты разве не вступил вместе с королем Чимбарда и остальными в магические врата, как ты здесь оказался? Гималайский отшельник крайне изумился, потому что отчетливо видел, как этот странный мальчик вступил в магические врата, а теперь он вдруг почему-то здесь появился. Неужто король Чимбарда и остальные уже вернулись? Я, а вы двое заслуживаете смерти и удосужитесь моего гнева от лица Александра. Голос донесся сверху, но мгновение спустя, малыш Артур появился позади гималайского отшельника. Румяная правая рука молниеносно совершила захват. Бац! Гималайский отшельник пришел в смятение и поздно отреагировал. В спешке он нанес ответный удар ладонью. Неожиданно, когда обе руки сошлись вместе, в центре ладони Артура появилась огромная сила притяжения, после чего поток исключительной холодной энергии ворвался в организм гималайского отшельника через его руку, с легкостью рассеяв его огненную энергию и тут же парализовав наполовину его тела. Это нечестивая сила, ты, гималайский отшельник не на шутку испугался, у него душа ушла в пятки. Он опустил голову и увидел, что румяная детская рука, с которой он соприкоснулся, оказалась острой трехпальцевой костяной лапой. Темно-серая кость мерцала холодным блеском. Это явно была острая лапа нечестивого дракона. Ты узнал об этом слишком поздно. Чтобы укротить этого неслабого соперника, малыш Артур рискнул и снова показал свою нечестивую костяную лапу. Густая нечестивая сила тут же влилась в организм гималайского отшельника, который не принял меры осторожности, да еще и был тяжело ранен, заблокировала большую часть энергетических каналов врага, после чего обе лапы ударили в спины гималайского отшельника и Дани. Оба испуганных человека захаркали кровью и потеряли сознание. Дзинь-дзинь. Два волшебных обманных устройства были вбиты в тела двоих человек. Нечестивая магия влилась в организм этих обоих. Их тела заключали в себе нечестивую силу, которую очень легко было обнаружить. Прибив волшебные обманные устройства, можно было скрыть эту нечестивую силу и избежать преследования святой церкви. Артур не убил этих двоих, потому что хотел дождаться возвращения Сунфия, чтобы тот сам все разрешил. Живей загляни в огонь. Кто знает, может ее величество выжило. Тяжело раненый Лэмпорт увидел, как внезапно появился и удачно расправился с парой врагов мальчик, и уже догадался, что тот был на их стороне. Поэтому громко призвал его к такому действию, так как только обладавший такой силой, как у Артура, был способен пройти через то ужасное пламя и все разведать. Незачем, король сделает это сам. Издалека с неба раздался громкий, яростный голос. Блеснул серебристый блик, и перед глазами людей возник непоколебимый, красивый силуэт. Он положил на землю двух человек, которых с собой принес, и без всякой задержки молниеносно погрузился во вздымавшееся к небу пламя. Это был король Чимбарда Александр. Глава 518. Три монстра. Ваше Величество. Заметив прибытие Сунфия, Драгба, Пирс и остальные испытали одновременно радость и печаль, а также стыд. Они быстро стали на одно колено, не смея поднять головы. Сунфий бросил зелье полного восстановления перед Торрисом, прокричав «Прежде всего, помоги людям!». Олег в критическом состоянии. Поле этих слов он показал належавших на земле без сознания жреца Гарсию и святого рыцаря Алана, сказав «Присмотри за этими двумя». В то же время его тело замерцало и покрылось серебристо-белым сиянием. Сила варвара 42-го уровня на кошмарной сложности заработала на полную мощность. Образовалась серебристо-белая светящаяся оболочка, защищавшая тело. Сунфий погрузился в ослепительное пламя. Торрис поспешил залить фиолетовое лекарство в рот, уже потерявшего сознание и находившегося на волоске от смерти Олега. Вся бутылка была полностью выпита. На пугающем желтоватом лице толстяка постепенно показался румянец, редкое дыхание участилось. Раны на его теле очень быстро восстановились. Руки, которые Данис ломал, превратив в мясной соус и костяные осколки, начали медленно восстанавливаться. Остановилась кровь. Однако из-за того, что раны были тяжелыми, даже с зельем полного восстановления восстановление оказалось ограниченным. Вся большая бутылка была выпита залпом, а человек, по-прежнему, находился без сознания. Смотря на Олега, получившего тяжелые раны, Пирс, Драгба и остальные переглянулись между собой и испытали стыд. Хоть они медленно признавали этого льстеца и жердяя, однако, в глубине души нисколько не чувствовали досады. Олег когда-то выполнял грязную работу, являлся одним из приспешников министра Баззира. Толстяка, руководил находившийся на заднем склоне горы Чимбарда железной тюрьмой, водной темницей, его руки были пропитаны кровью. Именно по этим причинам Олега вытесняли из маленького коллектива Чимбарда. Но сегодня этот, любившийся заискивать перед его величеством и остальными, Толстяк заставил стыдиться претендовавших на роль храбрецов мастеров Чимбарда. В миг боевая мощь Толстяка поразила всех присутствующих. Если бы сегодня Олег не пришел в ярость, то Дани, скорее всего, уже сбежал бы. В этот момент все присутствующие окончательно признали этого мелочного, трусливого Толстяка. Они теперь, и в самом деле, рассматривали его как члена Чимбарда, важного члена. На другой стороне малыш Артур смущенно мял уголки одежды. Хоть на нем и была одета маска, но можно было догадаться, что его лицо выражало неловкость. Изначально Сунфий оставил его за пределами магических врат, чтобы следить за гималайским отшельником и до ней быть на чеку, как бы эти двое от отчаяния чего-нибудь не натворили. Но кто знал, что из-за своего пристрастия к алкоголю он провалит задание и не окажет никакой пользы, что приведет к катастрофе. Как теперь объяснится перед этим пареньком Александром? Артур потерял честь. По правде говоря, хоть служба и длилась менее 10 дней, однако имелся какой-то неописуемый мотив. Артур придавал большое значение Александру. К их близости примешивалась частица страха. В это время вдалеке в пламени раздался крик изумления. Ха! В чем в чем дело? Это был голос Сунфия. Но что людей, стоявших снаружи потрясло, так это то, что голос его величества не был печальным, а скорее всего радостным и в то же время изумленным. Очевидно, он наткнулся на что-то необычное. Похоже, две его близкие девушки не получили никаких ран. Бесконечное пламя начало быстро ослабевать. Огромная температура в воздухе тоже стремительно уменьшалась. Зимний холод снова окутал землю. Черный дым, шедший из разрушенного главного зала, постепенно развеялся, но в воздухе, по-прежнему, витал запах серы. В чем дело? Почувствовав, что жар рассеялся, мастера Чимбарда, не обращая внимания на свои раны, живо устремились к центру развалин, чтобы срочно выяснить положение дел. Первым делом они увидели силуэт его величества со спины. Тело его величества из-за сильных эмоций и волнения тряслось, преграждая людям взор. Когда они приблизились поближе и посмотрели со стороны, то увидели картину, заставившую их приятно удивиться и испытать легкое потрясение. Место, где стояла кровать, на которой лежали спавшие глубоким сном принцесса и дева-воительница Елена, похоже, было защищено невидимым энергетическим защитным полем в форме сферы радиусом более трех метров. Недавний оглушительный взрыв никак не затронул ни кровать, ни девушек. По бокам от кровати вздымалась белая дымка. Бархатное одеяло опрятно покрывало все еще спавших девушек. Даже ни одна пылинка и камушек не попали на них. Девушки глубоко дышали, на лице был виден хрустальный румянец. На них никак не повлиял взрыв. Эта картина и обрадовала людей. А что их крайне поразило, так это то, что вокруг широкой кровати обосновались три удивительных монстра. Каждый монстр имел огромное тело. Внешне они были почти одинаковы, как будто их вырезали по одному шаблону. При поверхностном осмотре они напоминали длиннохвостых крокодилов. Их задние конечности были толстыми и мощными, передние же конечности были намного короче. Все тело покрывало чешуя толщиной с большой палец. По бокам спины имелось что-то типа крыльев, напоминавших рыбный плавник. На задних конечностях росли острые, костные шипы. Монстры имели большие глаза. Голова была покрыта костными шипами и кутикулой. У них был свирепый вид. Каждый монстр был разного цвета. Синего, красного и зеленого. Красный монстр был самым большим, примерно 10 метров ростом. Пять метровый хвост ловко опутывал всю кровать. Огромное тело заслоняло всю кровать. Пасть была слегка приоткрыта. Из нее выходил желтоватый пар, который отдавал запахам серы. Казалось, что этот пар вот-вот воспламенится. Синий монстр был поменьше, примерно 6 метров ростом. Все тело переливалось изумительным блеском. Походило на айсберг и отдавало холодом и чем-то духовным. Последний, зеленый монстр, был всего лишь 4 метра ростом. Он создавал чувство опасности и гибкости. Зеленая чешуя мерцала металлическим блеском. Если бы не вращавшиеся, большие черные глаза, то показалось бы, что это была статуя. Три монстра намертво обступили кровать, где спали две красавицы. Их взгляды были полны настороженности. Их глотки издавали громкий животный рык. Воздух был наполнен невидимым давлением. У людей создавалось ощущение, будто они столкнулись с мастерами. Увидев приближение людей, они живо среагировали, бросив злобный взгляд. Это что за магические звери? На протяжении какого-то времени Драгба, Перс и остальные обменивались растерянными взглядами и не понимали, откуда взялись эти три монстра. У них был кровожадный и свирепый вид, но мерцавшие лучами разума глаза и мощное давление в воздухе ясно говорили о том, что это были могущественные магические звери. Не приближайтесь, не надо провоцировать этих трех малых. Сунфей махнул рукой стоявшим позади него подчиненным, давая понять, чтобы те отступили назад и не раздражали этих трех монстров. На самом деле, теперь его величество смутно догадывался о происхождении этих трех малых, потому что Сунфей заметил, что лежавшая на кровати бордовая магическая коробка, которую Анжела всегда держала при себе и которая ей необычайно нравилась, теперь уже была открыта. В ней лежали три круглых окаменелых яйца, которые бесследно исчезли. Если внимательно присмотреться, то можно было заметить в магической коробке и рядом на одеяле кусочки белой скорлупы, которые явно принадлежали тем трем окаменелым яйцам. Просто невообразимо. Неужели те три окаменелых яйца, уже давно утратившие жизнь в итоге, были неожиданно высяжены? Но ведь это явно уже были три камня, как из камня смогли вылупиться живые существа. Неужели эти три окаменелых яйца имеют необыкновенное происхождение, и они все время защищали внутри себя зародышей? Сунфей был очень потрясен, но больше не имел никаких разумных объяснений происхождения этих трех мистических, магических зверей. Его величество внимательно присмотрелся и обнаружил еще несколько интересных фактов. Несмотря на то, что три магических зверя имели свирепую и грубую внешность, однако, три пары больших глаз были черными и блестящими, как у только что родившихся детей. Они были преисполнены невинности и непорочности, а также любопытством к внешнему миру. Звери смотрели настороженно, при этом, время от времени, поворачивали головы, осматривая этот незнакомый мир. Более того, Сунфей обнаружил, что эти три малых имели особенно близкую связь с двумя спавшими девушками. Такое настроение и поведение напоминало привязанность к собственной матери. Эти звери своими телами плотно окружили кровать, ничуть не желая навредить девушкам, и с особой осторожностью охраняли их. В низком реве этих трех малых была слышна взволнованность, как будто они подгоняли обеих девушек быстрее встать и сообщали, что здесь было небезопасно и нужно срочно уходить. Глава 519. Детки, послушайте папу, неужели эти три, только что родившихся, монстра принимают Анжелу и Елену за своих мам? Наблюдая за странной картиной, Сунфей, похоже, что-то понял. Поговаривали, что многие только что родившиеся живые существа, открыв глаза, принимали за своих родителей первых увиденных ими живых объектов. В прошлой жизни Сунфей уже наблюдал такую картину. Щенок принимал свинью за маму, котенок принимал курицу за маму – это был вовсе не вымысел. Возможно, эти трое малых, вылупившись из окаменелых яиц, первым делом увидели лежавших на кровати Анжелу и Елену, поэтому приняли их за мам. К тому же, Анжела все время держала при себе три окаменелых яйца. Она их очень любила и специально положила их в магическую деревянную коробку, способную поддерживать тепло. Если в окаменелых яйцах уже существовала жизнь на тот момент, то не исключена возможность, что долгое время существовал некий контакт. Эти трое малых еще не родились, а уже естественным образом принимали Анжелу за мать, поэтому теперь бережно охраняли обеих девушек. Это, действительно, было странное стечение обстоятельств. Сунфей постепенно заставил себя успокоиться и утихомирить свои чувства. Он старался стать в глазах этих трех малых милым и доброжелательным, не показывая никакой угрозы для них. Только тогда он попробовал немного приблизиться к ним. Первоочередной задачей было, как можно быстрее, поместить двух крепко спавших девушек в безопасную обстановку, после чего применить камень мира, чтобы их разбудить. Каждая уплывавшая минута и секунда забирала у них шанс на выживание. Аркх! Ша-ша-ша-ша! Заметив приближение человека, красный малый издал грозных рык. Глаза, размером с лампочку, бросили яркий злобный взгляд. Темно-синие зрачки стали кроваво-красного цвета. Открылась пасть, обнажив чистые и острые, как ножи, страшные зубы. На кончике не толстого языка был вырез, как у змеи. Зверь шипел, походя на ящерицу. Не волнуйся, малыш, я парень твоей мамы. Ага, не волнуйся. Твоя мама сейчас в опасности, я понесу ее на лечение. Ага, вот так. Ага, не волнуйся. Послушный малыш. Нет, я всего лишь ах! Не извергай огнем. Бля, я твой папа. Сунфей тут же весь покрылся золой. Поначалу он аккуратно приближался, осторожно успокаивая красного монстра. Кто же знал, что этот малый окажется необычайно настороженным и не поведется на поводу у Сунфея, утверждавшего, что он был папой. Увидев, что Сунфей оказался в двух метрах от него, монстр издал рев и рыгнул красным пламенем. Тут же разразился жар, почувствовался запах серы в радиусе 10 метров. Сунфей по неосторожности попал под это извержение, ощутил невообразимый жар, ударивший его в лицо. Рот и нос вдохнули удушливый газ, Сунфей чуть не задохнулся. К счастью, он принял меры осторожности. Серебристая защитная оболочка жива, как условный рефлекс, обволокла тело, заслонив его от высокотемпературного пламени. Черт, это пламя очень мощное. Оно излучает столько же теплоты, как мастер лунного ранга с энергией огня. Сунфей был немного вне себя, тыкнул пальцем в нос красного монстрика и начал ругаться. Чертов малый, ты почему не признаешь даже своего отца? В это время вдалеке мастера Чимбарда наблюдали за этой, слегка удивительной и непринужденной сценой. Их напряжение тут же ослабло. Его величество крайне редко находился в подобных неловких ситуациях. Эта сцена рассмешила людей. Впрочем же, выразительные, милые большие глаза нечестивого костяного дракона Артура выражали трепет и немыслимость происходящего. Похоже, он о чем-то подумал и не смел в это поверить. Красный монстрик изверг на лицо Сунфея пламя и черную залу, тут же самодовольно громко вскрикнул и начал кичиться перед синим и зеленым приятелями. Он имел звериный облик, но его поведение было милым и озорным, прямо как у озорника Сунфея, который в детстве на 100 баллов сдал тест в детском саду. Видимо, мне придется прибегнуть к козырю. Сунфей отступил на несколько шагов назад и переключился в режим друида. Разница в силах друида и варвара была слишком большой. Если этот, обладавший поразительной мощью, монстрик извергнет на него огонь, то Сунфей получит тяжелое ранение. Отойдя на безопасное расстояние, Сунфей начал пробовать с помощью природной силы друида наладить связь с этими тремя очень настороженными малыми. Посредством природной силы его величество очень быстро почувствовал настроение трех малых. Они были крайне изумлены окружающей обстановкой и насторожены. Возможно, из того, что Дани ранее атаковал главной залогненной глыбой, трое малых питали неприязнь ко всем появлявшимся рядом людям, напоминая защищавших свою территорию дикобразов, у которых дыбом вставали шипы по всему телу. Монстры никому не доверяли. Сунфей с помощью природной силы ясно ощутил, что трое малых испытывали привязанность к Анжеле и Елене, как к родным людям. Особенно они обожали Анжелу, как дети свою мать. Сунфей мог с помощью природной силы обойти языковой барьер и связаться с сознанием трех малых, но вскоре произошло непредсказуемое. Пока Сунфей раздумывал, каким образом убедить этих трех враждебно настроенных и настороженных малых, красный монстрик, будто что-то обнаружив, покосил голову, широко раскрыл глаза, снова тщательно смирил взглядом Сунфея, живо издал веселый крик, махая маленькими крыльями за спиной и стремительно рванулся вперед, словно щенок, увидевший хозяина. Сунфей изумился. Но он очень быстро успокоился, обнаружив, что этот малый не имел никаких дурных намерений и выглядел радостным, как будто уже давно знал Сунфея. Крик был полон симпатии, вся настороженность тут же пропала. Сунфей широко раскрыл объятия, весело крича, зверь бросился в объятия, мигом повалив на землю застегнутого врасплох Сунфея. Он издавал радостный рев. Красный язык высунулся, облизывая лицо Сунфею. Зверь вел себя, как очень озорной ребенок. Остальные, синие-зеленые монстрики, немного потупив взгляд, тоже издали радостный рев и устремились к лежавшему на земле Сунфею, высунув языки и облизывая Сунфею шею и голову. Ох, ладно, ладно, малыши, это хорошо, что вы меня признали, ха-ха, монстры и перестаньте лизать, отпустите меня, дайте мне встать. Трепыхаясь и находясь в неловком положении, Сунфей встал с земли. Друид Сунфея не имел большую силу. Несмотря на то, что трое монстриков являлись лишь детенышами, однако они уже обладали поразительной силой, поэтому Сунфею пришлось долго повозиться, чтобы, наконец, освободиться из объятий зверей и встать. Красный монстрик явно относился к магическим зверям стихии огня. Когда его язык лизал Сунфея по лицу, то Сунфей испытывал жгучие ощущения, как от перца. Синий же зверь относился к магическим зверям стихии льда. От его языка исходил мороз. Зеленый зверек выглядел обычным. Сунфей пока не обнаружил, какой особенностью тот обладал, но его язык был необыкновенно прочным. У Сунфея создалось впечатление, будто об его лицо терся шероховатый кусок железа. Три зверька издавали радостные крики, дружелюбно прижимаясь к Сунфею. Их милый вид напоминал щенят, ждавших, когда же хозяин, наконец-то, их покормит. Эта сцена так поразила людей, что все широко пораскрывали рты. Они были рады, что его величество так легко покорил трех страшных чудовищ, и были поражены тем, что эти разумные звери вели себя, как малые дети. Ладно, теперь вы позволите взглянуть на ваших мам? Сунфей попробовал связаться с тремя малыми. В самом деле, больше не было никаких преград. Трое малых становились на задние лапы и наперебой дергали Сунфея за одежду, таща его к кровати. Маленькие лапки показывали на двух, лежавших на кровати, девушек. Звери издавали странный мурлыкающий звук. Большие, чистые и непорочные глаза выражали обеспокоенность, а когда смотрели на стоявших вдалеке мастеров Чимборда, звери скалили зубы и рычали. Ха-ха-ха, тихо, тихо, это свои люди. Малыши, пропустите их, улыбаясь. Сунфей успокоил трех зверей. Затем он махнул людям рукой, давая понять, чтобы те расчистили поле боя и приготовили магическую повозку. Он лично положил в повозку Анжелу и Елену. Трое малых ко всему испытывали любопытство и, словно маленькие дети, то и дело дергали Сунфей за одежду, как бы задавая ему вопрос «это что такое, а вон то что такое». Следуя позади повозки, они прибыли в другую безопасную усадьбу города Двух Флагов. Обеих девушек временно расположили здесь. Сунфей снова установил охрану для новой усадьбы. На этот раз снаружи была слабая охрана, а внутри очень строгая. Снаружи казалось, что ничего удивительного не было, но в каменных стенах располагались часовые. Сунфей опять в режиме ассасина разместил огромное множество магических ловушек, прочитал нотацию и поместил на охрану, в усадьбу, торжественно поклявшегося искупить свою вину, нечестивого костяного дракона Артура. С точки зрения безопасности, никаких проблем возникнуть не должно было. Глава 520. Боец, девочка и хулиган. Далее надо найти жрицу Акару и старика Кайна, этих двух безумных ученых, и как можно быстрее выяснить, как же, все-таки, использовать очищенный камень мира, чтобы спасти девушек. Распланировав все, Сунфей встал у входа в главный зал усадьбы, опустил голову, глубоко размышляя, как дальше поступить. Внезапно до его ушей донеслись странные и в то же время дружеские крики. Он беспомощно потер виски и похлопал по головам, вечно следовавших за ним, трех маленьких зверей. Эти трое малых как будто были привязаны к Сунфию. Куда бы он ни пошел, эти прилипалы все время следовали за ним. Наблюдая за этими удивительными зверями неизвестного уровня, его величество испытывал интерес к ним. По-прежнему, ему не все удалось узнать про этих маленьких зверей. Эти три магических зверя удивительной формы, походившие на огромную, ходящую на четвереньках ящерицу, относились к какому-то неизвестному виду, который, должно быть, был очень древним, а иначе, те три окаменелых яйца не были бы такими древними. К тому же, происхождение тех трех яиц было окутано тайной. Сунфий некогда, во время соревнований по военному учению, купил их в лагерной зоне вассальных королевств у одного таинственного старика, который впоследствии странным образом исчез и больше не появлялся. Едва ли кто в городе двух флагов был способен узнать происхождение этих трех малых, но трое малых оказались поразительно смышленными. Не прошло и дня с момента их рождения, а они уже очень быстро приспособились к новой жизни, имея интеллект 7-8-летнего ребенка. Его величество теперь, наконец-то, понял, почему трое малых внезапно стали такими дружелюбными по отношению к нему, потому что в то время, пока они еще не вылупились, Сунфий некогда, по требованию Анжелы, неоднократно пытался отыскать жизнь в этих окаменелых яйцах в режиме друида. Несмотря на то, что Сунфий тогда ничего не обнаружил, однако, скорее всего, именно в то время он оставил клеймо природной силы на окаменелых яйцах, поэтому Сунфий оказался для трех малых очень знакомым. Они по ошибке принимали, помимо Анжелы, еще и его зародного человека. Ха-ха, три прилипалы, кстати, у вас еще нет имен. Ну ладно, я дам вам троим имена, будете на них откликаться. Хэм, поскольку красный, рыгающий огнем, малый так любит драться, тебя будем звать бойцом, ха-ха, синий малый вихляет бедрами, как самка, да и выглядит милее, чем те двое, значит, назову тебя девочкой, хе-хе, верно, еще ты остался, хе-хе, зеленый малый, у тебя очень зазнавшийся вид, назову-ка я тебя Хэм, назову хулиганом, ха-ха, громкие имена. Я думаю, вам они должны понравиться, ха-ха. Так как Анжела и Елена остались живы после катастрофы, камень мира очистился, да еще неожиданно появились три послушных, таинственных магических зверя с огромным потенциалом, Сунфий какое-то время чувствовал себя прекрасно. В нем невольно разыгралось игривое настроение, не обращая внимания на возражения трех малых, которые мотали головой, витали хвостом и оскаливали зубы, Сунфий непреклонно дал им имена. В итоге, трем магическим зверям только и оставалось, что принять имена. Но было видно, что трое смышленых малых, похоже, начали понимать, что их мелочный папа не особо-то и заслуживал доверия. Все, все, решение принято. Боец, возьми с собой девочку и хулигана и иди присматривай за своими мамами. Когда Сунфий это говорил, он чуть не засмеялся. Это и впрямь странно звучало, но трое магических зверей поняли, что сказал его величество. Боец возбужденно крикнул, кивнул головой, постучал себя в грудь перед Сунфием и вернулся с двумя монстриками в главный зал охранять возле кровати Анжелу и Елену. Находясь под охраной этих трех молодых, но могучих зверей, девушкам не угрожала никакая опасность. В этот момент Торрис зашел через каменные ворота, отдал честь и запросил указаний. Ваше величество, как нам поступить с теми двумя гималайскими пленниками? Вы собираетесь сейчас их наказать? Договорив до этого места, Торрис сделал паузу и взглядом узнавал у его величества, стоило ли их избивать, чтобы спустить гнев на этих гнусных убийц. Все-таки, тот злобный да не являлся главным виновником разрушения городской резиденции. По его вине чуть не погибли принцесса и дева-воительница. Если бы его величество ничего не приказал, тогда бы тех двоих уже бы давно жестоко истерзали в министерстве допросов. Сунфей поразмыслил и покачал головой. Пока что не надо с ними расправляться. Сперва запри их. Их блокирует сила Артура. Сейчас они обычные люди, поэтому незачем беспокоиться. Когда через несколько дней я завершу все дела, то я лично этими двумя займусь. Самой важной задачей сейчас являлось пробуждение крепко спавших Анжелы и Елены. Все остальное могло подождать. Конечно, Сунфей не собирался просто так оставлять гималайского отшельника и Дани. Когда появится свободное время, он хорошенько ими займется и заставит их обо всем пожалеть. Слушаюсь, Торрис поклонился, получив приказ. Хоть он и не знал о прошлом малыша по имени Артур, однако этот человек проявил сегодня поразительную мощь, легко схватив двух могучих мастеров лунного ранга. Судя по тому, как относился малыш к его величеству, он, похоже, являлся подчиненным и другом. И этот факт немало успокоил Торриса. С таким могучим мастером пока можно было не бояться, что кто-то из врагов снова устроит какие-нибудь козни. Торрис поразмыслил и опять спросил, есть еще одно дело, ваше величество, как поступить с теми двумя священнослужителями, которых вы принесли с собой. Хэм сделай так, пусть их отправит в церковь города двух флагов, а там уже святая церковь сама займется их лечением, пока еще не понимая, как будут развиваться его отношения с церковью. Сунфей не желал пока непосредственно контактировать с этой махиной континента. Распорядившись некоторыми городскими мероприятиями и отказав аристократии и офицерам в приеме, Сунфей вошел в мир Диабло. Через три дня. Во дворе новой усадьбы был отремонтирован на вид простой, десятиметровый алтарь. Однородные желтоватые камни образовывали девять этажей. Каждый этаж не достигал и один метр высоты, и в целом имел форму круга. При тщательном осмотре можно было обнаружить, что этот маленький алтарь являлся копией божественного алтаря, уменьшенного в сотню раз. Только выгравированные на стенах магические рисунки выглядели намного проще, чем у божественного алтаря, и тоже покрывали весь маленький алтарь. Вокруг алтаря находились в полной боевой готовности святые воины Чемборда. Блестели мечели доспехи. Люди яростно охраняли алтарь. Так, действительно, получится, нет никакой опасности, неуверенно спросил Сунфей, обойдя вокруг маленького алтаря. Ты уже об этом спрашиваешь в сотый раз, тебе незачем беспокоиться, а вот мне надо. Я в сто первый раз тебе ручаюсь, что не возникнет никакой проблемы, на лбу жрицы Акары появились складки. По правде говоря, если бы она не понимала, как сильно беспокоился Сунфей за обеих девушек, возможно, она бы уже разразилась бранью. Один и тот же вопрос задавался уже больше сотни раз, кто бы после такого не вышел из себя. Э ну ладно, Сунфей сердито почесал в затылке. Анжелу и Елену уже разместили на самый верхний этаж алтаря. Очищенный камень мира был вставлен в углубление, находившееся между двумя девушками, и спускал чистую энергию. В радиусе 500 метров от алтаря, по всей земле было вырезано множество рисунков магических кругов. Эти рисунки магических кругов были получены из, то и дело появлявшихся на стенах таинственной каменной комнаты рисунков рун, которые расшифровали два безумных ученых. Эти магические круги обладали эффектом скрытности, и их можно было считать производственными продуктами от волшебного обманного устройства. Когда алтарь активируется, то придет в действие энергия камня мира. Такая величественная и чистая энергия непременно привлечет внимание всех могучих воинов континента, поэтому необходимо было вырезать специальные, скрывающие магические круги, чтобы скрыть и удержать эту энергию в пределах 100 метров. «Хорошо, приготовьтесь начинать», — громко сообщила жрица Акара, вырезав на стене маленького алтаря последний рисунок магических круга. Напряженный Сунфей подошел к находившемуся на другой стороне старику Кайну, еще ничего не успел сказать, как старик Кайн ринулся первым заговорить, крича. «Молчи, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Я тебе ручаюсь, что все безопасно, никакой проблемы не возникнет», — Сунфей прикусил язык. Когда последний рисунок магического круга был вырезан, Акара и Кайн одновременно использовали три давно приготовленных идеальных драгоценных камня, чтобы активировать наружные, скрывающие магические круги. Тут же тонкая кристальная защита изолировала в радиусе 100 метров от алтаря всю ауру, как бы образовав изолированное маленькое пространство. Затем оба человека использовали еще девять идеальных драгоценных камней, чтобы активировать маленький божественный алтарь. Не считая верхнего девять-го этажа алтаря, который находился неподвижно, остальные восемь этажей бешено завращались, вызывая кучу искр. Поднявшийся маленький ураган заполнил все пространство. Лежавший на девять-ом этаже алтаря камень мира испустил голубые лучи света, которые были мягкими и фантастическими. Эти лучи обволокли Анжелу и Елену. Сунфей в большом напряжении следил за всем происходящим. Весь процесс был очень коротким. Прошло меньше тридцати секунд. Внезапно бешено вращавшийся алтарь замедлился и остановился. Камень мира тоже постепенно потускнел и больше не испускал голубое сияние. Все выглядело так же, как было до активации алтаря. У Сунфея сердце в пятки ушло. Он посмотрел на уставших и вспотевших старика Каина и жрицу Акару, с трудом спросив, в чем дело. Так быстро, неужели неудача? Весь процесс действительно оказался слишком коротким и слишком легким. Сунфею было трудно в это поверить. Не может быть, должно было все пройти удачно. Старик Каин потер свой нос и со слегка удивленным видом ответил. Глава 521. Возвращение может завершиться успешно. Сунфея столбенел и вытаращил глаза, услышав слова Каина. Может? Ты имеешь в виду, что не можешь гарантировать. Это этот способ мы из жрицы Акары прочитали в книге «Мудрость дьявола». Еще не опробовали. И те магические круги на алтаре тоже первый раз. Э, да не волнуйтесь вы так. Хотя мы и первый раз пробуем, но я ручаюсь. Мы уже опробовали много магических кругов в пещере и лагере Лаги. Не должно возникнуть проблем. Увидев потрясение и тревогу в глазах его величества, Каин заторопился обнадежить его. Сунфей, успокойся. Я думаю, что все будет гладко. С сомнением на лице сказала Акара и повернулась к Каину. Я уже говорила. В звездном секторе первой четверти линия должна давать три излома. Нужно взять резец картографа для гравировки. Не надо использовать резец Талраши и рисовать дугу. Понятно? Чепуха. Резец картографа слишком неточный. А линия с тремя изломами будет рассеивать магическую энергию. Поэтому надо рисовать дугу и брать резец Талраши. Тогда будет стабиль. Яростно воспротивился Каин. Когда дело доходило до академических споров, то тогда эти два хороших товарища были готовы подраться. Вы. Начал было Сунфей испуганно и сердито. Только сейчас он понял, что два этих безумных ученых собираются ставить магический эксперимент. Значит, все их обещания ничего не стоили? Сунфей понял, что он поздно спохватился и отошел от этих ненадежных чудиков, и пошел к десятиметровому алтарю. Он весь дрожал от напряжения, пальцы тряслись. Он боялся посмотреть на двух лежащих на камне алтаря девушек, боясь, что не услышит их дыхание и они окажутся мертвы. Ах, а это! Слабый, до боли знакомый голос раздался за его спиной, словно гром с неба, и Сунфей почувствовал, как демоны сомнения, гладавшие его, разом затихли. Это Анжела. Она правда проснулась? Красивая девушка, лежащая на алтаре, вдруг открыла глаза, в которых читалось растерянность и непонимание, как она тут оказалась, но оно исчезло. Когда она увидела стоящего рядом человека, на ее лице появилась счастливая улыбка. Рядом был тот, кто заменял ей весь мир. Александр, я как я здесь оказалась? Где это? Враг враги отступили? Анжела сразу вспомнила происходившее до ее потери сознание. Не двигайся. Сунфей с волнением следил за ее хрупким телом. Успокойся, все закончилось, враги ушли, я их прогнал, как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Скажи мне скорее. Сунфей чувствовал себя напряженным до предела. Все произошло секунд за 30, а потому его величество переживал, что этот ненадежный процесс мог оставить последствия в теле Анжелы. Гэм, действительно, немного нехорошо. Анжела подумала и нахмурилась, словно ощутила что-то болезненное. Эта гримаса заставила сердце Сунфея сжаться, но через секунду на лице Анжелы появилась проказливая улыбка, и она засмеялась. Хи-хи, хотела напугать тебя, я только лишь немного голодна. Ты. Сунфей понял, что девушка разыграла его, и ощутил, как огромный камень спадает с его души, но он напустил на себя притворную суровость и грозно сказал, ты меня чуть не до смерти напугала. Гэм, глаза Анжелы светились любовью, алые губы тихонько прошептали. Когда я увидела, как ты переживаешь, то я почувствовала себя такой счастливой. Александр, ты не представляешь, как я испугалась, когда увидела тебя там, внизу, всего в крови, и я даже не помогла тебе, я бесполезная. Мы ведь не останемся здесь, а скоро вернемся в чемборд? Сунфей улыбнулся, ощутив, как прилив нежности размягчает его затвердевшее сердце, поцеловал Анжелу в белый лоб и кивнул. Хэм, когда ты полностью восстановишься, мы обязательно вернемся в чемборд. В этот момент донесся негромкий звук. Сунфей вспомнил, что есть и еще одна красавица в забытье, и повернулся на звук. Лежавшая на алтаре в полном доспехе, Елена схватилась за простыню и резко села, забарматав, «Александр, скорее уходи, мы ему не соперники, скорее, я их задержу, уходи». Эти слова укололи в слабое место Сунфе, и у него по неволе по щеке скатилась слеза. Похоже, что память и мысли девушек остановились на моменте сражения, и первое, о чем подумала Елена, была безопасность Сунфея, как и Анжела, она помнила только события той битвы под городом. Сестренка Елена, «Неужели и она?» удивленно спросила Анжела. В этот момент не успел Сунфей сказать и слова, как алтарь Елену окутало синее сияние, и в следующий миг она бесследно исчезла. Что случилось? Удивились Сунфи и Анжела. Ха-ха-ха, отлично, просто отлично, ха-ха, разве это не подтверждает мою правоту? А-ха-ха, резец Талраши и Дуга отлично сработали, Акара, результат налицо, разве этого недостаточно? Ха-ха, обе полностью восстановились, ты проиграла, а я победил, ха-ха, подошедший к алтарю Каин торжествовал. Жрица Акара была очень недовольна, но ей было нечего возразить. Сунфей громко прервал их спор, напряженно спросив, «Отлично, обе восстановились?» Тогда почему Елена здесь только что было синее сияние, что это? Ха-ха, господин, не беспокойтесь, подумайте хорошенько, что оно вам напоминает, смеясь, ответил добрый дядюшка Каин. Сунфей подумал и кивнул, «Гэм, знакома, похожий на телепортацию, но...» Жрица Акара перебила его, продолжив объяснение, «Все верно, Елена подчиняется законам призыва из темного мира, ты ведь знаешь, есть определенное время, которое она может быть здесь каждый день, и оно ограничено, сейчас она вернулась назад, поэтому и исчезла. Когда она была без сознания, часть ее души была утрачена, поэтому на нее не действовало это правило, сейчас ее душа восстановлена, а так как она давно превысила все лимиты, то мир Диабло забрал ее. Верно, так и есть, Сунфей успокойся, это только доказывает, что Елена полностью исцелилась, иначе и быть не может, вставил свои пять копеек Каин, недовольный вмешательством Акары. Вот оно что. Сунфей вздохнул с облегчением. Сегодня Сунфей уже не мог встретиться с Еленой, потому что и сам израсходовал свое время в мире Диабло. Пока он искал этот камень и очищал его, ему было не до размышлений, слушая сейчас объяснение, он, наконец, понял, что к чему. Обязательно сохраните этот камень мира, это крайне ценный артефакт, за него бы даже боги посоперничали, Каин вынул камень из углубления алтаря и передал Сунфею, хотя большая часть его энергии истрачена, но оставшегося хватит на поддержание небольшого мира, можно даже сделать приспособление для восстановления. Глава 522. Свободное общение, Каин прав, камень мира, это большая ценность, в нем заключено немыслимое количество энергии, можно на нем запустить целый мир, это самый драгоценный и удивительный источник энергии, можно им подпитать любой магический круг в мире, можно подвесить город в воздухе, если он попадет в руки сильного, то возможностей еще больше, с его помощью смертный обретает возможности бога. Акара тоже начала описывать этот чудесный, переливающийся аквамариновым цветом драгоценный камень. Жаль, что непонятно почему, после очищения камень уменьшился в три раза, как и его энергия. Покачал головой Каин, и в глазах под седыми бровями появилось сомнение, и он сказал, что вообще могло поглотить две трети энергии этого камня. Такое вообще существует? Ужасно. Действительно, непонятно, ведь восстановление душ Елены и Анжелы заняло всего 30 секунд и стратило не более одной десятитысячной его энергии, так на что же могло уйти две трети его энергии? Даже если бог проглотит столько энергии, то его просто разорвет, кивнула Акара. Эти два, постоянно спорившие, безумца иногда проявляли редкое взаимопонимание. Сунфей засмеялся. По услышанному он понял, что интуиция не подводит этих двух стариков, и хотя Сунфей не рассказывал им о том, что происходило, когда он очистил камень, и о всех странностях вроде парящего небесного города и каменного трона, которые и у него самого порождали множество вопросов. Этот секрет давил на Сунфея, и ему очень хотелось им поделиться. Если кому и стоило рассказать, так только этим двум безумным гением. Несмотря на это, если им сейчас рассказать это, то они тут же увлекутся этой задачей, но у Сунфея еще были планы, которые надо было закончить, поэтому он решил рассказать им в подробностях обо всем позже. «Действительно, там произошло нечто удивительное, когда я закончу с делами, то все вам детально расскажу». Сунфей помог Анжеле подняться с алтаря и осмотрел ее, убедившись, что она в полном порядке, он расслабился. Из-за долгого сна наблюдались некоторые признаки недоедания, хотя служанка и кормила ее осторожно жидким бульоном, но это было не опасно, и через несколько дней она должна была восстановиться. Спустившись с алтаря, Акара и Каин начали стирать магические круги, камень для алтаря искали в спешке, и потому он был самый обычный, по сути, одноразовый. После того, как два человека закончили стирать магические круги, чтобы никто их не прочитал и не раскрыл тайны, камень засветился и рассыпался, превратившись в груду песка, магические круги удерживали его целым. Девять драгоценных магических камней тоже превратились в пыль. Камни были огромным сокровищем, и многие мечтали бы их заполучить, если бы у Сунфия не было харадрического куба, он бы тоже не мог так просто взять и выложить их. Несмотря на это, камни тоже пришли в негодность. Магические круги, нарисованные Акарой и Каином, были настолько сложные, что если даже просто подготовка алтаря заняла три часа, то эти магические круги они рисовали два с половиной дня без перерыва, настолько колоссальный был этот труд. Мощность магических кругов требовала очень сложных и детальных узоров, и жрицы Акаре и дядюшке Каину пришлось поддерживать силы зельем выносливости и зельем полного восстановления, чтобы закончить работу. Стерев все линии до последней, Акара и Каина осторожно начали удалять большой магический круг, поддерживавший защитный купол. Звяк, прозрачный купол исчез, обнаружив стоящих за ним обеспокоенных людей. Сестренка Анжела Лолита Цзима первой бросилась навстречу Анжеле, по ее щекам катились крупные и блестящие, как жемчуг, слезы. Уууу, сестренка Анжела, ты все-таки проснулась, ты знаешь, ты уже 10 дней была без сознания, напугала меня до смерти. Цзима Анжела ощутила беспокойство и радость младшей сестры, она крепко обняла ее. В прошлые темные дни это белокурая веснушчатая девочка всегда была рядом с ней, поддерживала ее, теперь, когда Александр из идиота превратился в знаменитого на всю империю гения, те невзгоды остались позади, и хотя девушки не были кровными сестрами, пережитые вместе объединяло их куда крепче любых родственных уз. Ладно, не плачь, все лицо мокрое, лучше пойди приготовь Анжеле поесть. Шутливо, серьезно сказал Сунфи, вытирая Лолите нос. На самом деле, от этой сцены он и сам почувствовал, как щемило его сердце, и поклялся себе никому не давать его девочек в обиду. Эй, больно же, притворно обиделась на Сунфи от зима, схватила Анжелу за руку и потянула ее за собой, радостно щебеча. Ха-ха, мы с Викторией уже все приготовили, Анжела, пойдем со мной скорее, ты, наверное, голодная, вся похудела. Приветствуем вас, ваше величество, произнесли перс и драгба, на лицах которых было 70% радости и 30% стыда. Они оба опустились на колени и, склонив головы, произнесли, просим вас наказать нас, мы не уберегли вас, отныне мы недостойны нашей славы, а вставайте оба. Анжела не знала, что произошло. Лолита, щебеча, словно воробей, начала рассказывать ей, что произошло, но тут лентяйка Виктория и четыре служанки позвали ее за покупками, и им повезло пропустить момент, когда к Анжеле подбежали вылупившиеся в ее отсутствие магические животные боец, девочка и хулиган, а не то они могли бы оказаться в опасности. Хау-хау-хау, издавая причудливые звуки, питомцы окружили свою Анжелу. Синяя девочка и красный боец лизали ей розовыми языками руки, тянули за юбку, наперебой что-то ворчали и стрекотали, словно стремясь что-то рассказать, только зеленый, похожий на бронзовую статую хулиган сначала нерешительно застыл, а потом своим громким басом перебил товарищей. Какие милые детки они. Анжела широко распахнула глаза. Я, кажется, даже понимаю, о чем они говорят, я их понимаю, какое странное чувство. Э, неужели это они вылупились из тех трех яиц? Ха-ха, Александр, я ведь говорила, что в этих каменных яйцах есть жизнь, а ты мне не верил, оказывается, я была права. Ха-ха, ты специально дал им такие странные имена. Возможно, эти три недавно вылупившиеся существа считали Анжелу своей матерью, или дело было в ее даре общения с животными, но она с легкостью понимала их речь, даже лучше, чем Сунфи, переключившийся в режим друида. Гав-гав-гав, донесся издалека собачий лай, и в зал ворвался, как молния черный вихрь. К этому моменту он сильно изменился, в высоту он был уже больше шести метров, в длину, от головы до хвоста он был шестнадцать метров, густая, короткая черная шерсть отливала зеленоватым, а на солнце казалось, что она светилась. Кроме того, под шерстью проглядывала незаметная, на первый взгляд, чешуя, и выглядело это фантастически, в целом, он выглядел здоровым и даже свирепым. Глава 523. Удивительное царство снов. Четыре его лапы были похожи на колонны, четырехметровый хвост оставался пушистым, но на его конце почему-то вырос костяной колючий шар диаметром в полметра, что делало хвост похожим на цепь, так что все старались держаться от него подальше, когда он им размахивал. Шерсть на шее стала еще длиннее и обрамляла голову, словно языки пламени, по бокам росло два сорокасантиметровых клыка. Пасть была полна острых и крепких, как ножи, белых зубов, когда он ее открывал, то оттуда доносился жар и запах серы. Зверя, в которого постепенно превращался черный пес, никто не мог отнести к какому-либо монстру. Но в чем все были уверены, так это в его ужасающей боевой силе, даже выращенные в чимборде огненные животные не осмеливались рыкнуть при нем. Возможно, разве что магические звери восьмого уровня могли хоть как-то противостоять этой выращенной на зелье халка и превратившейся неизвестно в кого собаки. Никто не ожидал, что эксперименты Сунфия с этим зельем дадут такие результаты. Гав-гав. Гав-гав-гав. Радостно лаял пес, опускаясь перед Анжелой на колени и кладя огромную голову на пол. В его огромных глазах было выражение неподдельного счастья. Хотя Анжела стояла перед ним, но она не доставала ему до макушки, но эта сцена была невероятно теплой. Все знали, что, если бы в том году Анжела не подобрала на склоне горы у чембарда этого щенка, то он бы либо умер от голода, либо стал бы добычей хищника. И, хотя пес все время проводил с Сунфием, его теплые чувства к хозяйке ни капли не угасли. Чернуша, ты опять вырос. Анжела встала на цыпочки, чтобы погладить лоб собаки, непринужденно болтая с ней. Хух-хух-хух-хух-хух. Пес высунул язык, стараясь поменьше дышать, чтобы не обжечь Анжелу своим дыханием, но его хвост замолотил по каменному полу и вокруг полетели каменные крошки, так что стоявшие рядом со смехом отошли подальше. Так пес выражал свою преданность хозяйке. Стоявший неподалеку на задних лапах и таращивший глаза хулиган с интересом покосился на хвост пса и начал, словно невзначай, к нему подбираться, явно собираясь улучшить момент и схватить его, чтобы рассмотреть поближе, но в этот момент пес махнул им и сбил его с ног, отчего тот свизгом подлетел в воздух, вылетел в сад и шлепнулся там на землю. Девочка и боец никак не отреагировали на происшествия, случившиеся с их братцем, а встали перед мордой черного вихря и начали, повизгивая, что-то ему говорить, нетерпеливо притопывая лапами, словно младшие братья, выражающие свое почтение старшему, отчего все, включая его величество, покатились со смеху. Эти четверо после перебранки пару дней назад совершенно сдружились и установили свою иерархию, где боец, девочка и хулиган приходились кем-то вроде младших братьев и сестер для черного пса. В один миг все вокруг наполнилось смехом, трудности и опасности были позади, прекрасные дни снова настали для чемборцев. Сунфий не остался обедать вместе с Анжелой, он все еще беспокоился за Елену, и когда закончил с делами, поспешил попасть в мир Диабла, в этот раз он вошел на нормальный уровень сложности, до него донесся свист стрел, жизнь в лагере логотекла своим чередом, Сунфий увидел бледную Елену, которая упорно тренировалась в стрельбе, перед ним снова была та, настолько же опасная, насколько прекрасная Валькирия, белые сильные руки натягивали лук, острый взгляд и нахмуренные брови, прекрасное нежное тело, длинные округлые голени, настолько прекрасная, что на нее сложно было не смотреть, сейчас у нее в руках был простой деревянный лук и стрелы из заостренного дерева, но все ее невероятно точные и опасные выстрелы, словно задавали какой-то неведомый совершенный ритм, если бы не бледность ее лба и общая изможденность, то нельзя было бы и подумать, что еще недавно она была в руках смерти и 10 дней пробыла в коме, услышав знакомые шаги, Елена затрепетала и, не веря своим ушам, обернулась. «Это правда ты?» спросила прекрасная воительница с блеском восторга и не веря в ее глазах и затем продолжила с оттенком испуга. «Сунфи, это правда ты?» «Мне снился такой странный сон, я была в каком-то пустом месте и попадала во все те места, где мы вместе сражались и везде встречала тебя, но вскоре понимала, что это был только сон. В этот раз, это правда ты? Ты не уйдешь? Останься со мной!» С нежностью посмотрев на взволнованную валькирию, Сунфи с трудом заглушил укол боли в сердце. Когда Елена проснулась, она сразу же была призвана миром Диабло, поэтому она не знала, что происходило во внешнем мире, не знала, что они с Анжелой были пробуждены с помощью Камня Мира, поэтому ей казалось, что она все еще в мире снов, и она не была уверена, что стоявший рядом с ней мужчина был реальный Сунфи. «Это я, Елена, ты уже проснулась, ты больше не в стране снов, по законам этого мира ты снова вернулась сюда», Сунфи подошел и провел рукой по щеке девушки, и с нежностью сказал, «Все закончилось, ты чувствуешь тепло моих пальцев?» «Это я», «Хлоп». Лук выпал из рук воительницы. Эти сильные руки, так крепко сжимавшие его в минуты опасности, теперь дрожали. Сунфи молча обнял ее. В этот момент он ни о чем не думал, а просто наслаждался покоем в его душе. Сунфи понял, что обе эти девушки одинаково дороги ему. Прежде Сунфи отерзали, усвоенные им в первом мире моногамные правила, заставляя его сделать выбор между ними, но в минуту опасности обе они чуть не пожертвовали своими жизнями ради него и глядя на них, лежащих на каменном алтаре и погруженных в глубокий сон, Сунфи понял, что он не может отказаться ни от одной из них. Это был очень необычный опыт. Сунфи странствовал между светлым и темным мирами, встретил двух девушек и многое с ними испытал, и в его душе одновременно зародились два очень сильных чувства, и мысленно он держал их руки в своих. Он понял, что никогда не сможет отпустить ни Анжелу, ни Елену. Так ты говоришь, в стране снов ты видела Анжелу? Сунфи и Елена сидели на краю утеса горы Арриат из Пятого Акта Диабла, наблюдая за кружащимся снегом, проплывающими мимо облаками и раскинувшимся внизу городом Харрогатом. Сунфи обнимал девушку за плечи, наслаждаясь покоем, душа его пела. В этот раз он вовсе не заботился о повышении уровня. Впервые они с Еленой не спешили куда-то, не рубили монстров с ног до головы в крови, а наслаждались той красотой, мимо которой они всегда проходили, не успев заметить. Грем, во время сна я видела очень странный сон, там был удивительный мир, в котором словно не было конца времени и пространству, я там видела очень много людей, включая тебя, но только Анжела выглядела настоящей, живой, мы с ней разговаривали и пытались тебя найти. Мы ободряли друг друга, надеялись, что ты обязательно нас разыщешь и спасешь из этого холодного места, сказав это, Елена прижалась щекой к плечу Сунфи, на ее лице появилась слабая счастливая улыбка. Сунфи, ты не заставил себя долго ждать, и когда ты нас спас оттуда, я поняла, что в этом мире ничто не способно остановить тебя. А, не хвали меня так, а то я зазнаюсь, рассмеялся Сунфи, но задумался над сказанным Еленой. Глава 524. Преступник и тюремщик. Неужели, Сунфи подумал об одной возможности? Неужели обе девушки, чьи души были неполными, попали в какое-то общее пространство, они просто видели разные сны и смогли там общаться? Если так, то они обе должны помнить, о чем они говорили, даже после того, как камень мира вернул их в реальность. Подумав об этом, он ощутил, как у него прыгнуло сердце, и он спросил, Елена, о чем ты говорила с Анжелой в том месте? Гэм? О чем только не говорили. Анжела рассказала мне вашу историю, рассказала про все в Чимборде, а я ей рассказала о нас, это же сон, никто ничего не узнает, мне так нравилось это ощущение. Другие люди мне рассказывали о тебе в светлом мире и о том, что было до нашего знакомства, я рассказывала им о том, как ты убиваешь чудовищ в темном мире и спасаешь континент, каждый раз, когда я слышала твое имя, я забывала, что нахожусь в этом холодном и пустом месте. Елена открыто все рассказывала, у нее не было свойственных девушкам робости и стыдливости, она была сильной и решительной, открытой, и из-за возникшей между ними с Сунфием в романтической связи, она держала его за руку и спокойно говорила ему о своих чувствах, ей это казалось естественным. Елена, если, гэм, я говорю если, если Анжела знает все, что произошло в том мире, то что делать, глаза Сунфия блестели, но внутри он ощущал, что может выйти скандал, а? Если Анжела знает, тогда хорошо, я не хочу ничего скрывать от нее, Сунфи, Анжела мне сказала там, что она ничего не имеет против наших отношений, она чудесная девушка, спокойно сказала Елена, Сунфи незаметно выдохнул, если его догадка верна, то проблема решена, девушки подружились в мире сна, непонятно по какой причине, они все рассказали друг другу и согласились с существованием друг друга в его жизни, и раз ему больше не нужно объясняться перед Анжелой, то это чудесно, двое сидели на горе Арриад, Елена сдула снег с плеча Сунфия и улыбнулась, Сунфи, я знаю, что ты бы хотел больше провести времени со мной, но нам не стоит тратить время, пойдем вместе убивать монстров, чтобы стать сильнее, вместе защищать Анжелу, чтобы произошедшее не повторилось, Сунфи понял, что девушка заботится о нем, и это его растрогало, он кивнул, хорошо, пойдем, действуем по-старому, ты за моей спиной, и не суешься вперед, чтобы я прикрывал тебя, Хэм, Елена взяла его за руку, маленькая рука была холодной, вдвоем они использовали свиток возвращения в город, чтобы открыть портал, не прошло и часа, как они на кошмарной сложности прошли три квеста лагеря лаги, так решил Сунфи, так как Елена была еще слаба после пробуждения, и они пока просто убивали монстров, повышая ее уровень, монстры на кошмарной сложности давали огромное количество опыта, и ее сила быстро росла, уровень Елены поднялся с 91го уровня обычной сложности до 6го на кошмарной сложности, что было серьезным прыжком, игровое время вышло, и Сунфей был вынужден покинуть мир Диабло, но Елена из-за ограничения и того, что столько времени провела в коме, еще, как минимум, 10 дней не могла попасть в светлый мир, темная тюремная камера, холодное завывание зимнего ветра за стеной, на замшелых стенах виднелись пятна крови, воздух был затхлый, из-за стен доносились крики и вопли, господин, ступайте осторожно, прошу вас сюда, худощавый тюремщик почтительно проводил Сунфия, петляющий коридор приводил в просторную пыточную, внутри пылало жаркое пламя, пахло угольным дымом, развешанные на стенах железные пыточные орудия были покрыты пятнами крови и ржавчины, четверо обнаженных по пояс здоровяков при виде его опустились на одно колено, на стене ногам, на цепях были вырезаны магические руны, сдерживавшие их силу, сколько они не пытались бороться, все было бесполезно, ты, ааааа, это ты, король Чимборда, немедленно отпусти меня, услышав шаги, один из висевших на стене поднял голову и из последних сил забился и завыл, словно загнанный зверь, но магические круги лишали его силы и делали равным обычному человеку, в его глазах пылали ненависть и страх, это был один из мастеров Гималаев, мастер первого уровня нижней ступени молодой луны Дани, подвешенным рядом с ним был никто иной, как гималайский отшельник, хлоп-хлоп-хлоп, худой тюремщик прошелся плетью по телу Дани так, что кожа лопнула и обнажилась мясо и сказал, как ты смеешь так говорить с господином Александром, ты думаешь, что ты такой крутой мастер лунного ранга, эта плетка научит тебя, что ты сейчас подсудимый, а значит, хуже раба, тюремщик еще раз жестоко ударил Дани, хлынула кровь и тот завопил от боли, остановись, вы, Александр, ты тоже воин, почему нужно так бесчестить другого воина, позволяя его стягать низкому тюремщику, тем более воина лунного ранга, не выдержал этой сцены гималайский отшельник, Сунфей махнул рукой, дав палачу знак остановиться, низкий тюремщик, я не понимаю, почему ты его так называешь, он только выполнял свою работу, он работает в этих подземельях более десяти лет, трудится в поте лица, чтобы кормить семью, честно выполняет свои обязанности, Сунфей сел в заранее приготовленное удобное кресло, укрытое звериной шкурой, и спросил, разве этот человек низок, ты? Гималайский отшельник замялся, на континенте мастера обладали безграничным почетом и славой, нечего было и сравнивать с простыми людьми, и позволить простому палачу пытать мастера, означало оскорбить его, но Сунфей так повернул, что тому нечего было возразить, тот худощавый палач остановился, услышав слова Сунфея, он не сдержал объявший его трепет, он трудился в казематах города двух флагов более двадцати лет, чтобы прокормить свою семью, лишь раз в десять дней он видел их, жизнь в тюремном мраке и смраде согнула его и изуродовала, и сейчас его вид пугал преступников и вызывал отвращение у обычных людей, он слышал о свершениях Александра, слышал о том, как он в одиночку ворвался в строй Аякса, чтобы спасти командующего Рибери, как он разбил полководца Аякса, как он заставил шестидесятитысячную армию стоять под стенами и не решаться атаковать две недели, таким же героем и он мечтал стать, когда был молод, сколько раз он примерял на себя подобные подвиги, а сейчас он был так жалок. Глава 525. Истинная причина смотреть на человека, кто стал тем, кем ты мечтал, было одновременно и тяжелым испытанием, и невероятным везением. Тюремщик не видел легендарного боя короля Александра, но для него он был кумиром, божеством. Однако, сам он был так ничтожен, что он стыдился даже сказать кому-то об этом, даже сам он внутренне считал себя недостойным любить короля Чимбарда. Но сегодня, когда господин Александр лично прибыл в тюрьму, он еле сдержался от того, чтобы радостно не запрыгать. Для него увидеть своего кумира настолько вблизи было пределом мечтаний. Но когда он его, наконец, увидел и даже имел счастье лично проводить по коридорам, в его сердце неожиданно настал покой, и только в голове его крутилось. Наконец, наконец, этот молодой герой здесь, только такой любимец богов мог стать таким выдающимся героем. Поэтому, когда он услышал, как Дани поносит Сунфия, он не сдержался и схватил плетку, отчасти потому, что он давно привык к такому на этой работе, отчасти потому, что ему хотелось вступиться за господина Александра. Сразу после того, как он ударил заключенного, он пожалел об этом, потому что он вспомнил, что в городе об Александре отзывались, как о милосердном и вовсе не жестоком человеке, и поступая так, он не только подрывает репутацию своего кумира, выступая в роли того, кто становится жесток, будучи под защитой сильного, но и бросает тень на его славу. Когда он уже успел раскаяться, то вдруг услышал свою оценку от Сунфия. Это неожиданное признание поразило его, а затем ему пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своего возбуждения, и он посмотрел на Сунфия взглядом, полным обожания. Даже взгляды четырех полуголых здоровяков чуть-чуть потеплели после этих слов. Такое одобрение от Александра неимоверно их ободрило. Ловко выкрутился. Гималайский отшельник не нашелся, что возразить и вдруг расхохотался. Слава воина, в бою, ты не имеешь права применять к его телу эти грязные инструменты, ха-ха-ха, король Чимбарда, нанеся воину такое оскорбление, ты и сам утратишь достоинство, свой статус настоящего воина и аристократа, ха-ха-ха. Кроме того, я знаю твой секрет, ха-ха, ты связался с некромантом, чтобы он работал на тебя, тот мальчик, это ведь костяной дракон в человеческом теле, ха-ха, якшай с такими подлыми существами, ты скоро угодишь в лапы церкви, ха-ха-ха, Сунфи изобразил на лице удивленную улыбку, э, о каком некроманте ты говоришь, о каком драконе, я тебя не понимаю, что за клевета, ццц, ты рассчитываешь справиться со мной с помощью таких детских приемов подставы, подстава, клевета, ха-ха-ха, если бы не тот мальчишка, применивший темную магию, разве смог бы ты меня схватить, в моем теле все еще осталось его мания, закупорившая мои каналы, из-за чего я утратил силу, ха-ха-ха, берегись, король чембарда, ты играешь с огнем, мастера церкви обязательно обнаружат следы мертвой энергии и придут сюда, раскроют твою подлую личину, и ты погубишь весь зенит, ха-ха-ха, хоть ты и схватил меня, но выдал себя, и скоро встретишь свою смерть, правда, ты меня напугал, так как мне, ты говоришь, поступить, притворно испугался Сунфей, есть только один выход, освободить нас и ждать, пока сюда придет церковь, я буду против тебя свидетельствовать, что ты атаковал меня в демоническом дворце с помощью мертвой энергии, я тоже не хочу иметь дела с церковью, так что это будет лучший вариант иначе, хе-хе, уничтожив меня, ты погубишь себя и кончишь не лучше меня, снова расхохотался гималайский отшельник, мстительно и угрожающе глядя на Сунфия, а? правда, спасибо, что подсказал, но я поступлю иначе, почему бы мне не убить тебя и избавиться от улик, весело улыбнулся Сунфий, отчего его противник ощутил беспокойство, король Чимбарда, с твоей мудростью, ты давно уже должен был подумать, что даже если ты убьешь меня, все еще останется плотная аура нечестивой силы, кота я не хуже меня расскажет о произошедшем, твердо ответил гималайский отшельник, э, спасибо за признание моей мудрости, может быть, я подумаю над твоим советом, но сейчас я хочу сменить тему, Сунфий перевел взгляд на барахтавшегося Дани и усмехнулся, сказать по правде, мне любопытно, почему человек, которого так почитает принц Вертангин, что говорит о тебе, что ты не глупец, почему он так носится с таким бессовестным бездарем, как Дани, словно с сокровищем, почему тратит все драгоценности гималаев, чтобы вытянуть его на лунный уровень, неужели он не видит, что тот лишь никчемный неудачник, почему даже после предательства прощает и оберегает его, от этих слов лицо гималайского отшельника изменилось, и он, холодно хмыкнув, молча отвернулся, ха-ха, раз не хочешь говорить, тогда я сам попробую угадать причину, возможно, этот избалованный неудачник, на самом деле, не только твой ученик, но и твой сын, тогда все находят логичное объяснение, сказал Сунфи, устроившись в кресле поудобнее, тонко улыбнувшись, гималайский отшельник пошел пятнами, как ты узнал ложь, ты, разве, не хочешь признаваться, ладно, эта информация и впрямь сбивает с толку, по правде говоря, я и сам удивился, когда узнал, только так можно объяснить эту безграничную привязанность, отцовская любовь сильна, настолько, что заставила потерять контроль даже главе боевой школы, так что и он утратил дальновидность и превратился в обычного эгоиста, говоря так, я, конечно же, не смеюсь над тобой, ты. В голове у гималайского отшельника все смешалось, он не мог скрыть потрясение, столько лет он скрывал это и никто не знал, а сейчас словно его старый, давно заросший рубец вновь был безжалостно разодран, для всех находившихся в комнате стало очевидно, что Сунфи говорил правду, висевший на стене и весь дрожавший от страха и злобы да не тоже замер, этот бессердечный молодой человек был поражен ответом на давно мучившую его загадку, теперь понятно, почему он прощал ему все, исправлял его ошибки, помогал разрешать трудности, расходовал свою энергию на то, чтобы повысить его уровень, потратил на это главный драгоценный камень Гималаев и другие ценности, дотянув его с уровня восьми звезд до лунного ранга, вот в чем была истинная причина, спаси меня отец, спаси меня, ты должен меня спасти, словно утопающий, хватающийся за последнюю соломинку, забился и завопил да не, гималайский отшельник вздохнул, постарев на несколько десятков лет и опустив голову, сказал, ваше величество, вы здесь не только потому, что хотели это сказать, если тебе что-то нужно, говори, я все скажу, я даже могу взять на себя вину перед церковью, сказав, что это была моя мертвая энергия, если тебе нужна моя жизнь, возьми ее, только пощади Дани, не в силах отречься от родственных чувств, он признал их связь с Дани, в этот момент он понял, что проиграл Сунфию, он выжидающе посмотрел на короля Чимбарда, ожидая его ответа, глава 526, даю тебе последний шанс, я тронут проявлением отцовской любви, но к сожалению, ты не в том положении, чтобы назначать мне условия, отрицательно покачал головой Сунфии, твердо добавил, каждый ответит за свои действия, и вы заплатите смертью, хоть вы и важные люди в Гималаях, известные мастера, но сейчас вы, мои пленники, так какие еще к черту условия, ты сильно ошибаешься, уповая на мое благородство, я не буду заботиться о аристократических манерах или воинской чести, мой принцип, зуб за зуб, око за око, я пришел сюда наслаждаться правами победителя, и меня не волнуют вашестонные просьбы, эти слова не вызвали ни капли разочарования у уродливого тюремщика и четырех парней, это был не ответ, достойный аристократа или мастера, но он хорошо укладывался в психологию обычного человека, поэтому они не ощутили отвращения, а наоборот, король Александр стал им только ближе, они ощутили, что он такой же, как и они, а не один из прогнивших аристократов, ты. Гималайский отшельник ощутил, что его словно что-то ударило, ему стало трудно дышать, ты, ты сумасшедший, сумасшедший, отчаянно закричал Дани, забившись и застонав, словно извивающаяся в бессмысленных конвульсиях пойманная рыба, Гималайский отшельник понял, что он утратил последний шанс, оба они ощутили пробирающий до костей страх, безумную решительность молодого короля уничтожить их, от которой они задрожали всем телом, а его взгляд, полной ненависти и мести, заставил их пожалеть, что они заполучили такого врага, ха-ха, тогда убей нас, жди, когда церковь по следу из мертвой силы доберется до тебя, она найдет нас здесь, ха-ха, тогда весь твой любимый чемборт будет уничтожен, яростно прорычал гималайский отшельник, дернув цепи так, что они зазвенели, правда, тогда почему же за те четыре дня, что вы здесь находитесь, святая церковь, все еще не напала на след, рассмеялся Сунфей, почему же церковь, которая обычно не медлит, когда нападет наследник Романта, все еще не здесь, гималайский отшельник Замир, Сунфей нашел больное место в его аргументации, об этом он начал задумываться два дня назад, такое количество магии, как у костяного дракона, давно должно было привлечь внимание церкви, кроме того, эта энергия заблокировала его энергетические каналы и лишила сил, такая энергия должна была быть уже обнаружена, но прошло четыре дня, а церковь так и не появилась, он понял сейчас то, чего не заметил раньше, и его зрачки сузились, кажется, ты что-то понял, жаль лишь, что слишком поздно, Сунфия окутала золотое сияние, распространявшее атмосферу доброты и милосердия, и он победно улыбнулся, презрительно сказав, я избранный Богом, его любимый ребенок, владею золотой святой силой, я представляю церковь на грешной земле, как меня с таким положением могут заподозрить в связях с некромантами, если хочешь очернить меня, то найди способ получше, чем эти детские поводы, это, как это возможно, сердце гималайского отшельника упало в желудок, если король чембарда избранник Бога, то никто просто не поверит в то, что он мог связаться с некромантом, но тот костяной дракон, определенно, был его подчиненным, он выполнял его приказ, как такое могло произойти, он не мог этого понять, но вдруг в этот момент, он вдруг с удивлением обнаружил, что забившая его каналы нечестивая энергия стала исчезать, словно туман, тающий под лучами солнца, она стремительно улетучивалась, и его энергия и силы уровня полумесяца начали восстанавливаться, не надо пугаться, твои силы скоро восстановятся, я не убиваю беззащитных и дам тебе последний шанс, если победишь меня, то уйдешь живым, Сунфей дал знак тюремщику, и четырем здоровякам удалиться, чтобы не пострадать в ходе боя, господин, будьте осторожны, не удержался сгорбленный тюремщик, когда проходил мимо Сунфея, сам не зная почему, Гэм, спасибо тебе, Сунфей легонько похлопал его по плечу, и золотая сила проникла в его тело, и усталости раны от многолетней работы в этих подземельях мгновенно исчезли, в следующий миг он переключился в режим варвара и начал излучать боевую энергию, и закрыл все окружающие пространства серебряным защитным слоем, иначе высвободившаяся в ходе поединка двух мастеров лунного уровня сила легко могла не оставить от этой тюрьмы камня на камне, тюремщик лишь ощутил прикосновение тепла, и вдруг почувствовал небывалую легкость, словно он помолодел на десяток лет, ноги словно стали легче, и вдруг прежние мечты вернулись к нему, не смея сказать больше ни слова, он вышел из комнаты, но остановившись в нескольких шагах от выхода, он начал прислушиваться к тому, что происходило в комнате, на таком расстоянии, если бы защита была прорвана, он бы неминуемо погиб, но он безгранично доверял господину Александру и потому остался, господин Александр, он непобедим, он должен выиграть, про себя прошептал тюремщик, и хотя он знал, что после восстановления силы тех двоих были огромны, что это были мастера легендарного лунного уровня, его уверенность была непоколебима, четверо парней тоже не стали сразу уходить и остались ждать, в пыточной, дзинь-дзинь-дзинь, цепи лопнули, словно это была не сталь, а тафу, гималайский отшельник спрыгнул на землю, размял затекшие плечи и кисти, в его руках вспыхнуло пламя, и тело окутало черная смертоносная энергия, эта черная энергия, была покидавшая его тело нечестивая сила, конечно, сама она не могла просто так уйти, но Сунфий, переключившись в режим паладина, ослабил ее и извлек, где-то через минуту она вся вышла из его тела, и огненная сила гималайского отшельника полностью восстановилась, ощутивший прилив силы, Дани изобразил безумную радость на лице, стряхнул с себя оковы и опрометью бросился прочь из комнаты, он не имел никакого желания и возможности противостоять Сунфию, он только хотел скорее сбежать отсюда, его даже не волновало, что он оставил там своего новообретенного отца, на лице Сунфия мелькнуло презрение, бам, да не бросило на пол, его голова покрылась кровью, он напряг все силы, чтобы попробовать пробить землю и сбежать, но покрывавшие стены и пол комнаты серебряное сияние надежно их защищало, так что попытка была пустой тратой сил, внезапно на лице трусливого юноши сверкнула какая-то мысль, и он упал на колени, безумно завопив, ваше величество, великий король Чимбарда, нет, не убивайте меня, я знаю тайну, великую тайну, касающуюся демонического дворца, я случайно подслушал разговор церковного отряда, прошу, отпустите меня, и я все вам расскажу, правда, я ручаюсь, это очень ценная информация, я даже отцу не сказал, в 36 секторе есть одна вещь, кто ее получит, сможет пробиться на солнечный уровень, стать легендой, сердце Сунфия дрогнуло, но он промолчал, гималайский отшельник даже не взглянул на него, продолжая наращивать силу и готовиться к атаке, глава 527, один удар все решит, он был во много раз опытнее, до нее успел заметить приемы, которыми пользовался Сунфию магического алтаря, он понял, что противник, которого он с легкостью бы победил 10 дней назад, сейчас невероятно увеличил свою силу, это определенно был самый страшный из его врагов за всю его жизнь, именно поэтому он не торопился атаковать, а накапливал энергию для атаки, стремясь максимально подготовиться, чтобы нанести самый сильный удар, который был единственным шансом спасти ему жизнь, жди, когда я атакую и отвлеку короля Чимбарда, и сразу же беги, ни в коем случае не возвращайся, спрячься и смени имя, стань обычным человеком, ни в коем случае не пытайся отомстить королю Чимбарда, иначе тебя ждет неминуемая гибель, ты никогда не сможешь его одолеть, эх, я столько лет оберегал тебя и все-таки навредил, не шевеля губами, гималайский отшельник использовал поперечные колебания волн силы, чтобы передать сообщение Дани, на чьем лице застыло выражение отчаяния, Сунфий не мог не обнаружить этого, он покачал головой, внутренне немного сочувствуя гималайскому отшельнику, который даже в этот момент заботился о своем слабохарактерном сыне, если бы он так безотчетно не любил его, может, Дани и не вырос бы таким, один удар все решит, вдруг поднялся Сунфий, могучая энергия бурлила вокруг его тела, огромный образ берсерка появился за его спиной, если ты его выдержишь, то ты и твой сын свободны, хорошо, крикнул гималайский отшельник, в этот момент его сила достигла пика, он был готов к атаке, в коридоре упыточный, бах, бух, бух, после двух-трех минут тишины из-за стены донесся грохот, удар чуть не подбросил тюремщика в воздух, сверху посыпались камешки и пыль, каменный пол под ногами задрожал, словно началось землетрясение, тюремщик и четверо парней испугались, но тем не менее остались на месте, прошла минута, донесся звук шагов, и их сердца забились чаще, сейчас все решалось, кто же победил, когда человек появился, они увидели то, на что надеялись, господин Александр со спокойным лицом вышел испыточный, господин, воскликнули все пятеро, гэм, благодарю вас, скоро придут люди, чтобы похоронить их, не вымещайте свою злобу на телах, смерть стирает обиды, в конце концов, при жизни они были мастерами, кивнув, мягко сказал Сунфей, слушаемся, Сунфей кивнул, повернулся и исчез в темноте подземных коридоров, тюремщик и четверо других переглянулись и одновременно бросились в пыточную, они хотели посмотреть, как проходила схватка мастеров, но как только они переступили порог, то испуганно закричали и были готовы броситься на утек, потому что один из двоих в комнате, все еще был жив. Из угол карта гималайского отшельника, еще стоявшего на ногах, текла кровь, грудь была смята и на ней был четкий отпечаток огромного кулака, не лилась кровь, кожа и кости были целы, но отпечаток этот был словно вырезан на его груди искусным мастером, его грудь еще вздымалась, глаза были открыты, ноздри шевелились, это означало, что он еще жив, живой мастер лунного уровня, слишком ужасно, он мог уничтожить их одним ударом, один взгляд гималайского отшельника заставил тюремщика похолодеть, словно он воочию увидел саму смерть с косой, и он был не в силах пошевелиться, силен король Чимбарда, хорош его непобедимый императорский удар, какая скорость, какая сила, гималайский отшельник не обращал внимания на пятерых, он только смотрел на след от удара Сунфия и бормотал, какая страшная сила, даже я со всеми своими силами, кхакха не могу ему противостоять, одним ударом он раздробил мои внутренности и разрушил мою силу, кхекхе отобрал шанс, а, кхакхакха, ахаха, хорошо, непобедимый императорский удар, хорошее название, хаха, редко кому на континенте выпала такая смерть, настанет день, и эта техника покорит весь материк, а раз я первый ей подвергся, может, меня вспомнит барды, ха-ха, хорошо, ха-ха-ха, произнеся это, он замолчал и кровь потоком хлынула у него из носа ирта, он словно не замечал лежавший рядом труп, на его лице застыла горькая усмешка, придававшая ему свирепое выражение, да не, сын мой, зачем ты не послушал отца, я говорил тебе, как силен король чем барда, я не выдержал даже одного его удара, ха-ха, а ты, даже если бы ты спасся, он бы все равно тебя не отпустил, он был прав, моя любовь погубила тебя, хоть я и пытался до конца тебя спасти, ха-ха-ха, а, а, буль, речь прервалась, мастер уже не мог контролировать свою рану, кровь снова полилась из его рта, и он упал, удар сунфия разрушил его тело, но так как воины лунного ранга значительно крепче обычных людей, то он умирал дольше, и, наконец, его жизнь оборвалась, от речи гималайского отшельника пятерых бросила в пот, и лишь увидев, что он окончательно умер, они еле-еле успокоились, они посмотрели на лежавшее рядом тело заносчивого юноши, голова его была раздроблена, на ней тоже был виден отпечаток руки, после удара в его тело, очевидно, проник огонь и спалил дотла все внутренности, из ноздрей рта шел черный дымок, но внешне на нем не было ни царапины, может быть, именно огонь стер вечную озлобленность с лица Дани, сейчас оно было спокойным как никогда, он был убит его отцом, тюремщики быстро поняли причину смерти юноши, огонь не был одной из техник господина Александра, к тому же из последних слов гималайского отшельника, они поняли, что он, непонятно по какой причине, сам убил своего обожаемого сына, они, не противники господину Александру, не скрывая своего восхищения, произнес уродливый тюремщик, интересно, что же за тайну знал тот человек, отправь людей убрать тела гималайских мастеров и похоронить их как следует, выйдя из тюрьмы города двух флагов, Сунфей почувствовал небывалое спокойствие, никакого сожаления, а только, что убитых людях, никакой радости от мести, и хотя из-за них Анжела и Елена оказались на грани смерти, атаковали город и чуть не сравняли его с землей, чуть не убили двух святых воинов и шестерых защитников города, за это все нельзя было не отомстить, один удар решил все, слушаемся, ожидавшие в стороне шестеро стражников вошли в тюрьму, Сунфей снова подумал о тайне, о которой говорил Дани, но решил не возвращаться в демонические руины, а вместо этого пойти во дворец, где его ждала Анжела и остальные, хотя он и говорил раньше, что позволит Анжеле лично выбрать наказание для этих двоих, он знал, что она не любит кровавые зрелища, да и сам он не хотел вести будущую королеву в такое место, как тюрьма, кроме того, два мастера были слишком сильны, и он не хотел подвергать ее опасности, поэтому он решил разрешить все в одиночку, он вернулся во дворец, и служанки принесли ему чай, изначально на Азерате не было такого понятия, как чай, но когда он вместе со жрицей Акара изучал свойства лечебных трав, он отобрал несколько, дававших подобный бодрящий эффект, и попробовал их заваривать, а затем собрал побольше подходящих листьев, позже Анжела вместе с Лолитой Тзима, которые тщательно изучили привычки короля, набрали побольше таких листьев, и по выданному Сунфеем описанию изготовили чайные пакетики, постепенно заваривание чайных листьев вошло в жизнь Чимбарда, некоторые алкоголики даже смотрели, с удовольствием. Продолжение следует...